Интерес к Востоку Такого рода интерес не случайен. Речь идет не просто о географическом понятии Востока, а об историко-культурном, социальном, цивилизованном содержании данного понятия. Речь идет о гигантской всечеловеческой цельности, пусть в чем-то весьма неординарной и противоречивой, но все же почти монолитной в своей глубинной основе, породившей в свое время дихотомию Восток-Запад. Многое в современном мире тесно связано с Востоком. Достаточно вспомнить о феномене развивающихся стран. И не только потому, что количественно в развивающихся странах, в том числе и странах Востока, проживает подавляющее большинство населения Земли. Данный феномен подразумевает острейшие экономические, демографические и социально-культурные противоречия, пути решения которых пока еще далеко не найдены. Кроме того, конец двадцатого века с его нависшими над планетой мрачно-апокалиптическими тучами побужает многих к самостоятельному поиску корней, первоистоков, а стало быть, к изучению истории. И здесь бесспорно приоритет принадлежит Востоку. Часть первая Древняя Индия Глава первая Первобытно-общинный строй в Индии Природа и географическое положение страны Древние индийцы реку Инд называли Синдху, персы — Хинду, а древние греки — Индос. Уже в древности страну, расположенную в бассейне этой реки и к востоку от нее, Европа стала называть Индией. Сами древние индийцы общепринятого названия для своей страны не имели. Расположена Индия в Южной Азии, на Деканском полуострове, полуостров Индостан и части материка. На севере эта страна ограничивается системой величайших в мире гор — Гималаями. На востоке от стран Индокитая, Индокитайского полуострова, Индию отделяют невысокие, но труднопроходимые горы. На западе границы Индии определяют отроги Гималаев и другие горные хребты. К западу от этих отрогов находятся пустынные или полупустынные области, преимущественно с горным ландшафтом. Полуостров Индостан выдается глубоко в Индийский океан, образуя на западе Аравийское море, а на востоке — Бенгальский залив. Берега Индии изрезаны мало, островов рядом тоже немного, а океан большую часть года остается бурным. Конечно, эти обстоятельства не содействовали раннему развитию мореплавания. Географическая обособленность Индии тоже затрудняет контакты ее народов с внешним миром. Тем не менее, народы этой страны, особенно жители северо-западной части, на протяжении многих тысячелетий осуществляли многосторонние связи со своими соседями. Географически Индия отчетливо делится на две основные части — южную, полуостровную, и северную, материковую. Границей между ними служат горы, состоящие из широтных хребтов, виндхья, крупнейший из них, покрытых в древние времена дремучими лесами. Упомянутая горная область была значительным препятствием для сообщений между севером и югом страны, что явилось причиной некоторой исторически сложившейся обособленности их друг от друга. Южная Индия — это полуостров в форме неправильного треугольника, обращенного вершиной к югу. Центральную часть полуострова занимает Деканское плоскогорье, находящееся между западными и восточными гхатами, горами, которые тянутся вдоль западного и восточного побережья. Плоскогорье имеет небольшое уклонение к уровню моря с запада на восток, отчего почти все крупные реки Южной Индии текут на восток. Для возделывания сельскохозяйственных культур здесь наиболее благоприятны прибрежные равнины. Центр полуострова довольно засушлив, ибо горы, которые окружают Деканское плоскогорье, задерживают влажные ветры с океана. Реки Южной Индии неустойчивы в плане водного режима, они порожисты, что затрудняет их использование для орошения и транспорта. Материковая Индия разделена пустыней Тар, к которой прилегают полупустынные пространства. Наиболее удобные пути сообщения между западной и восточной частями страны лежат ближе к предгорьям Гималаев. Западная часть Северной Индии — это Пенджаб, Петеречи, долина реки Инд, и пяти крупных рек, которые сливаются и общим потоком впадают в Инд. Поскольку климат здесь засушливый, существует необходимость в орошении. Правда, районы, лежащие в бассейнах рек, впадающих в Инд, могут орошаться и водами речных разливов. На востоке Северной Индии находится долина реки Ганг, в которую впадают многочисленные полноводные притоки. Теперь безлесная, в древние времена долина была покрыта густыми чащами. В низовьях Ганга климат очень влажный, такие влаголюбивые культуры, как рис, джут, сахарный тростник, выращиваются здесь без искусственного орошения. Но дальше, на запад, осадки становятся все более редкими, а орошение с помощью ирригационных систем оказывается все более необходимым. Природа Индии чрезвычайно богата. Здесь находятся самые высокие в мире горы и огромные равнины, области, где идут муссонные дожди, и области пустынь, степи и непроходимые джунгли, местности с экваториальным климатом и высокогорье, где никогда не тают снега и льды. Не менее богат животный и растительный мир Индии. Многие породы крупного рогатого скота, зебу, буйволы и другие, достаточно легко поддаются одомашниванию. С незапамятных времен выращиваются рис, джут, хлопок, сахарный тростник. Важнейший фактор, который определяет климат всей Индии в целом, это юго-западные муссоны, приходящие с Индийского океана в июне-июле и приносящие с собой основную массу атмосферных осадков. По этой причине в большинстве районов страны благоприятно сочетаются периоды максимума солнечного тепла с периодами максимального выпадения осадков. Географические особенности страны сказались и на истории народов Индии, способствовали темпам исторического развития в одних областях и препятствовали в других. Своими размерами Индия гораздо больше, чем все иные рабовладельческие страны древнего мира. Довольно разнообразны природные условия Индии, этнический состав населения, исторические судьбы ее народов. Это несколько усложняет изучение древней истории страны. Ученые, к сожалению, не имеют ни одного точно датированного письменного источника старше IV века до н.э. Только для периода с середины I тысячелетия до н.э можно с большей или меньшей степенью достоверности установить факты политической истории, а также назвать имена некоторых исторических деятелей. Данные археологии и материалы преданий, которые сохранились в религиозной литературе и эпосе, хотя и ценны сами по себе, но еще не позволяют разрешить всех проблем древнейшей истории страны. Население По численности населения Индия является второй после Китая страной в мире. Также густо она была населена и в древности. Историк Геродот, живший в V веке до н.э., тоже считал Индию самой населенной страной. Этнический состав жителей страны довольно неоднороден. Народы северо-запада Индии по своему физическому облику немногим отличаются от народов Ирана и Средней Азии. Народы юга страны значительно отличаются от жителей северо-западной части полуострова. У них, к примеру, цвет кожи более темный. Другие народы Индии имеют промежуточные антропологические черты между этими двумя. Весьма различно население и в языковом отношении. Многочисленные языки народов Индии в основном принадлежат к двум существенно отличным друг от друга группам – индоевропейской и дравицкой. Последняя представляет особую, не связанную с другими языковую семью. Языки первой группы распространены на большей части страны, дравицкие языки – только на юге полуострова Индии. Встречаются изолированные очаги дравицких языков на северо-западе и индоевропейских на юге. В глухих горных районах живут народности, которые еще не классифицированы по антрополого-языковому принципу. Каким образом сложилось это этническое разнообразие, пока еще не установлено. Высказываются разные предположения. Европейские ученые девятнадцатого века, например, считали, что Индия коренным населением, которое они называли народы, говорящие на дравицких языках, когда-то давно подверглась нападению так называемых ариев – племен, говоривших на языке индоевропейской семьи. На основании предположения о приходе индоевропейских племен в Индию была создана теория арийского завоевания Индии. К сожалению, ни одна из предложенных гипотез не дает конкретного ответа на вопросы, что представляли собою эти племена, откуда пришли и в какой форме происходило вторжение. Данные археологии о древнейшей истории Индии Несомненно, Индия является одним из древнейших центров цивилизации. Ее население было творцом самобытной и оригинальной индийской культуры. Относительно недавние археологические исследования позволяют сделать некоторые вполне конкретные заключения, касаемые важнейших вопросов древнейшей истории страны. Как уже отмечалось, Индия была заселена довольно давно. Об этом говорят находки в разных районах страны, орудий периода Нижнего Палеолита, шельского и ашельского типов. В то же время в основных частях речных долин Инда и Ганга следов палеолитического человека не найдено. Это совпадает с исследованиями ученых-геологов, показывающих, что эти важнейшие районы современной Индии в эпоху каменного века были заболочены или покрыты джунглями. Освоить их в то время человек никак не мог. Индия периода Ниолита изучена немного лучше. Поселения Ниолитического человека обнаружены не только в горных районах, но уже и в долинах рек, хотя они еще и редки. В это время основным материалом, из которого делались орудия труда, остается камень. Техника его обработки возрастает. Орудия эпохи Ниолита старательно обтесывались, а рабочие части иногда и шлифовались. О том, насколько развито было производство изделий из камня, свидетельствует найденная в округе Беларе штата Мадрас мастерская по их изготовлению. Поселенцы эпохи Ниолита уже занимались элементарным земледелием, приручали скот, знали гончарное дело. Древние индийцы, описываемые во времени, умели делать лодки и выходили на них в океан. Довольно много стоянок неолитического человека обнаружено в пещерах, хотя в это время строились и настоящие дома простейшего типа. В некоторых пещерах встречается настенная роспись. Наиболее характерные образцы неолитической жилписи находятся в пещерах близ селения Сингапур в Центральной Индии. Общественные отношения Информация о первобытно-общинном строе Индии сохранилась в мифах, легендах, преданиях, собранных в древнеиндийских религиозных источниках и в эпосе на индоевропейском языке, санскрите. Эти мифы слагались во втором тысячелетии до нашей эры. Хотя сохранились и более ранние данные, например, о населении, которое говорило на неиндоевропейских языках. Изучение пережитков первобытно-общинного строя у племен и народностей современной Индии помогает понять характер исторического развития страны в прошлое. В преданиях сохранились довольно смутные воспоминания о периоде собирательства и о том, как человек научился добывать огонь и какое значение придавал этому достижению. Глава общины Высоким было положение женщины в обществе. Отсчет родства велся по материнской линии, что говорит о существовании в это время фактически материнского рода. В вышеуказанных источниках имеются сведения и о племенной организации. Племя, называемая Виш, состояло из нескольких ган. Верховным органом власти было общее собрание взрослых членов племени. Общее собрание называлось «саммити» — сравните с широкоупотребляемым сегодня словом «саммит» — и выбирало главу племени и племенного ополчения. Раджу Религия была основана на поклонении природе, а оккульт заключался в жертвоприношениях богам вкупе со всевозможными магическими действиями. Во время религиозных празднеств пелись гимны, в которых восхвалялись боги. Ритуалом руководил глава общины — гонопати. Профессиональных жрецов тогда еще не было. Умерших хоронили в специальных урнах известные надгробные памятники наподобие дольменов. Появление металлических орудий Из металлов первым индийцы начали использовать золото, но только для изготовления украшений. Первые орудия труда и оружия были сделаны сначала из меди — четвертое тысячелетие до нашей эры, потом из бронзы — третье тысячелетие до нашей эры. Переход к металлическим орудиям осуществлялся прежде всего в тех районах, где имелись месторождения медной руды. Предполагают, что древнейшим центром индийской металлургии были горы Виндхья. Об этом говорят и раскопки в Гунгерии, штат Мадхья-Прадеш. Здесь обнаружили древний склад самых разных медных изделий в количестве более четырехсот и весом около трехсот шестидесяти килограммов. Однако древнейшая индийская цивилизация развивалась прежде всего в благоприятных для земледелия районах. Именно здесь использование металлических орудий давало наилучший результат в плане роста производительности труда и возможности получать прибавочный продукт. Глава вторая Культура Хараппы Период Энеолита и Бронзовый век на северо-западе Индии На западной окраине долины Инда обнаружены древнейшие неолитические стоянки. Уже тогда наличие источников воды для искусственного орошения являлось определяющим при выборе места поселений, хотя в четвертом, третьем тысячелетиях до н.э. климат Западной Индии был более влажным, чем в настоящее время. Обычно поселения располагались у горных речек и ручейков при их выходе на равнин. Здесь воды перехватывались плотиной и направлялись на поля. С середины третьего тысячелетия до н.э. в этих относительно благоприятных районах важным занятием уже было земледелие, хотя оставалось и скотоводство. Понятно, что наиболее удобными для земледелия остаются речные долины, затопляемые водой в период дождей. С усовершенствованием орудий труда начинается постепенное освоение этих долин. Прежде всего была освоена долина Инда. Здесь же возникли очаги сравнительно развитой культуры земледелия. В новых условиях стало набирать темп имущественное и общественное размежевание. Возникло государство. Произведенные в долине Инда раскопки показали, что здесь, в третьем, втором тысячелетиях до н.э. существовала самобытная цивилизация. Несколько поселений городского типа со сходными чертами обнаружено здесь в двадцатых годах двадцатого века. Культуру этих поселений назвали культурой Хараппы. Именно так называется один из населенных пунктов в штате Пенджаб, около которого найдено первое из этих городских поселений. Раскопки проведены также в Мохенджадара, провинции Синд, что дало наиболее значительные результаты. Рассвет культуры Хараппы приходится на конец третьего тысячелетия до н.э. Более ранние этапы ее развития пока неизвестны, поскольку нижние культурные слои поселений еще не изучены. Ученые предполагают, что хозяйственное освоение долины Инда началось в третьем тысячелетии до н.э., точнее, в самом его начале. Хозяйственная жизнь и орудия труда При раскопках обнаружены бронзовые и медные орудия, однако даже в самых поздних слоях культуры Хараппы не найдено изделий из железа. Несмотря на появление меди и бронзы, древние индийцы продолжали производить и каменные орудия. Найдены ножи, зернотерки, боевые палицы, гири, сосуды и другие предметы быта из камня. Из металлических орудий труда обнаружены медные и бронзовые серпы и топоры, пилы и ножи, бритвы и рыболовные крючки. Среди предметов вооружения — мечи и кинжалы, наконечники, стрел и копий. Может быть и так, что некоторые изделия завозились из других мест. Однако известно, что в Махен-Джадара, например, обработка металлов горячим и холодным способом находилась на очень высоком уровне. Жители поселений культуры Хараппы умели изготовлять изделия из золота, серебра и свинца, применяли метод паяния. По предположениям некоторых исследователей, при пахоте индийцы использовали легкий плуг с лемехом из кремня или всем известную саху — бревно с толстым и крепким шуком. Мотыга также оставалась одним из наиболее распространенных земледельческих орудий. Буйволов и зебл использовали как тягловый скот. Из зерновых были известны ячмень, пшеница и, возможно, рис. Выращивались также кунжут, сезам, дыня, финики. Существует предположение, что именно индийцы первыми в мире стали культивировать на своих полях такое ценное растение, как хлопок, используя его волокно. Насколько было развито в то время искусственное решение, сказать сложно. Следов оросительных сооружений периода культуры Хараппы пока что не обнаружено. Наряду с земледелием в хозяйстве древнейших индийцев важное значение занимало скотоводство. Кроме буйволов и зебл при раскопках найдены кости — кос, свиней, овец, а в верхних культурных слоях также останки лошадей. Можно предположить, что уже в то время индийцы умели приручать слонов. Немалую роль в хозяйстве играли охота и рыболовство. Весьма развито было ремесло. Кроме обработки металлов, достаточно интенсивно развивались прядения и ткачество. Жители долины Инда первыми в мире научились прясть и ткать хлопок, что, к примеру, подтверждается найденными обрывками хлопчатобумажной ткани. Во времена культуры Хараппы интенсивно развивалось гончарное дело. Обнаруженная при археологических раскопках глиняная посуда сделана на гончарном круге. Она хорошо обожжена, выкрашена и покрыта орнаментальными узорами. Найдено также множество глиняных пряслиц, гончарных труб, детских игрушек и иных вещей. Ювелирные изделия свидетельствуют о достаточно высоком мастерстве резчиков по камню и слоновой кости. Жители поселений культуры Хараппы поддерживали торговые связи с другими областями Индии и другими странами, прежде всего с Двуречьем и Эламом. К тому же торговые пути проходили как по суше, так и по морю. Об этом свидетельствует большое число найденных каменных гирь, исходным материалом для которых служили привозные породы камня, металлов, морских раковин. Контакты с соседями способствовали культурному обмену. Ученые устанавливают культурную близость древнейшей Индии с Шумером. Городская культура Следует отметить высокий уровень строительного искусства. Обнесенные могучими стенами городские поселения культуры Хараппы иногда занимали сотни гектаров. Прямые и широкие основные улицы городов пересекались под прямым углом. Дома располагались геометрически правильно. Обычно двухэтажные здания строились из обожженного кирпича, занимая иногда площадь в несколько сот метров. Эти дома не имели украшений и окон, выходящих на улицу, но были достаточно благоустроены, имели отдельные колодцы, канализационные сооружения и комнаты для омовений. Общегородская система канализации Мохенджадара является наиболее совершенной из известных ученым канализационных систем того времени в городах Древнего Востока. Она имела отстойники, магистральные каналы, стоки для дождевых вод. Все названные сооружения были досконально продуманы и прекрасно сделаны. Раскопки показали наличие искусно сооруженных, выложенных кирпичом колодцев, свидетельствующих о хорошо налаженном водоснабжении. В Мохенджадара хорошо сохранился общественный бассейн для омовений, весьма искусное устройство которого позволяет предполагать у его воятелей наличие достаточно больших навыков в строительстве такого рода объектов. Значительного развития достигла культура жителей этих городов, на что указывает, к примеру, сравнительно высокий уровень живописного искусства и художественного ремесла. При археологических исследованиях найдены превосходным образом выполненные из глины, мягких пород камня и бронзы, статуэтки. Образцы тонкой художественной работы являют собой печати амулеты из стеатита, камня жировика, слоновой кости, а также из меди и глины. Подобных печатей найдено около двух тысяч или немногим более. Они интересны тем, что многие из них имеют надписи, сделанные своеобразным иероглифическим письмом. Такие же надписи встречаются и на металлических предметах. Эти образцы древнейшей индийской письменности напоминают гораздо более раннее письмо древнего шумера и других народов. Существование письменности является одним из показателей высокого развития хараппского общества. Письмо не было алфавитным и состояло преимущественно из рисунков. Тексты были коротки, как правило, в основном до восьми знаков. Строки располагались горизонтально, писали справа налево. Многие вопросы исторического развития хараппской цивилизации основываются на суждениях, высказанных с учетом данных археологических раскопок и поэтому весьма гипотетичны. Для обоснования целого ряда гипотез нет письменного свидетельства. Основная трудность в правильной дешифровке текстов хараппской цивилизации состоит в том, что наука не дает пока окончательного ответа на вопрос о языке эпохи хараппы. До сих пор ученым не удается расшифровать надписи из Мохенджадара и хараппы. Вполне возможно, что эта письменность была широко распространена, однако ее образцы не сохранились в больших количествах. Пища и материалы в виде коры деревьев, листьев пальмы, кожи и ткани во влажном климате Индии очень быстро разрушались. Множество гирь и обломок, сделанные из раковины измерительной линейки с точно нанесенными делениями, позволяют судить о том, что основная единица веса равнялась 0,86 граммам, а основная единица длины — 6,7 миллиметрам. Система исчисления уже тогда была десятичной. Немного известно и о религиозных отношениях жителей долины Инда этого времени. Правда, имеющиеся в распоряжении ученых материалы позволяют утверждать, что между религиозными верованиями древнейшего населения долины Инда и буддизмом современной Индии существует определенная связь. Широко распространенный в прошлом культ богини-матери и теперь играет весьма значительную роль в религиозных верованиях и светской жизни некоторых индийских народов. Прототип современного бога Шивы в культе плодородия некоторые исследователи усматривают в часто встречающемся изображении мужского божества. Распространенное в рассматриваемый период почитание животных и деревьев характерно и для современного индуизма. Так же, как и теперь, в древнейшие времена обряд омовения составлял существенную часть религиозного культа. Различные виды захоронений тоже имели место. Например, в Хараппе при археологических раскопках найдено кладбище, состоящее из пятидесяти семи могил. Сосуд с захороненным в нем черепом обнаружен в Чанг-Дара. Вполне вероятно, что и в описываемое время уже существовал обряд сожжения трупов, как это принято у современных индусов. Возможно, что пепел также бросали в реку, как это имеет место и теперь. Имеющиеся данные пока еще не позволяют окончательно определить характер общественно-экономических отношений древнего общества долины Инда. Несомненно, однако, что, судя по уровню развития производительных сил, использованию металлических орудий труда, наличию развитого земледелия, скотоводства, ремесла и письменности, Индия в основном не уступала первым из развитых обществ Двуречья и Египта. Об имущественном и социальном размежевании говорят нам материалы раскопок. Обнаружены различные по величине и качеству жилые постройки, среди которых встречаются как самые настоящие дворцы, так и строения казарменного типа для слуг, вольных работников или рабов. О том же самом говорят нам археологические находки роскошно сделанных украшений и оружия наряду с самыми простыми предметами домашнехозяйственного обихода. Следует обратить внимание на тот факт, что поселения Махенджадаро и Хараппы имели мощные цитадели, которые как бы господствовали над городом. В этих крепостях сосредотачивались административные здания, крупные зернохранилища, что позволяет думать о существовании в указанный период времени сильной государственной власти, в распоряжении которой находились большие материальные ресурсы. Генезис с самого раннего этапа индийской культуры связан как с достижениями хараппской цивилизации, так и с реликтами иных доарийских культур, переживших ко времени прихода индоариев разные этапы эволюции. Генезис культуре Городские центры поддерживали тесные контакты с Месопотамией, Центральной и Средней Азией, областями Юга Индии. Высокого развития достигли ремесла, изобразительное искусство, появилась письменность. Она пока не расшифрована, однако находки позволили установить, что жители Хараппы писали справа налево. Основные центры цивилизации на Индии — Хараппы и Мохенджадара — были крупными городами. Мохенджадара занимал площадь в 2,5 квадратных километра и насчитывал не менее ста тысяч человек. Построенными в соответствии со строгим планом. Главные улицы их достигали десяти метров в ширину и шли параллельно друг к другу. Дома возводились на высоту двух-трех этажей. Кроме жилых построек в городах имелись и общественные здания, храмы, амбары для хранения зерна и так далее. Действовала система водоснабжения и канализации. О социально-экономической структуре общества в известной мере говорят различия в жилых постройках и погребениях, наличие цитадели, где располагались местные власти, и была ставка правителя. Население занималось земледелием, разведением скота, ремеслом и торговлей. Выращивали пшеницу, ячмень, бобовые, хлопок. Новые раскопки в Калибангане, Раджастхан, указывают на знакомство жителей с плугом. В сельском хозяйстве и ремесле широко применялись металлы, прежде всего медь, а также бронза. У носителей харапской цивилизации были развитые культы богини-матери, животных, деревьев, связанные с тотомистическими представлениями. Поклонялись жители также огню и воде. В Калибангане открыты остатки алтарей, а в Мохенджадара — огромный бассейн, имевший сакральное назначение. Харапская цивилизация была одной из самых крупных на Древнем Востоке. Она охватывала районы Пенджаба, Саураштры, Раджастхана, на западе доходила до Белуджистана, поселения Суткагендар, на востоке до Утар-Прадыша, поселения Аламгирпур, на севере до Пенджаба, поселения Бхагатраф, то есть протянулась примерно на 1600 километров с запада на восток и на 1250 километров с севера на юг. Позднехарабские традиции, чрезвычайно стойкие в энеолитических культурах Центральной Индии, Саураштры, Катхианварского полуострова во многом сохранялись в данном регионе, вплоть до появления ведийских племен. К этому периоду бурно протекавший процесс ассимиляции достиг уже такой стадии, что условно можно говорить о единой культурной традиции различных этнических компонентов Северной Индии. Харапанцы расселялись в разных направлениях, двигались в Центральную Индию, Декан, на восток, оказывая немалое влияние на местные культуры. Поскольку харапские тексты окончательно не прочитаны, многие, собственно, харапские черты в древнеиндийской культуре позднейших эпох выявить довольно трудно, но определенную преемственность можно отметить и при современном уровне знаний. В Калибангане, в южной части цитадели, индийские археологи открыли платформы из сердцового кирпича, на которых помещались алтари. Тут же были обнаружены сосуды с остатками золы и терракотовые изделия, служившие, видимо, культовым даром божеству. Ритуальное назначение самих сооружений не вызывает сомнений. По всей вероятности, здесь совершались не индивидуальные обряды, а пышные церемонии с участием жрецов. Исследователи харапской цивилизации считают, что некоторые здания в главных центрах на Инди имели явно сакральное назначение. Как полагает Уиллер, серия строений к востоку от цитадели в Махенджедара составляла часть хромового комплекса. В одном из помещений еще экспедиций маршала был найден стеотитовый бюст бородатого мужчины, который в научной литературе условно именуется жрецом. Судя по материалам лингвистики, археологии и литературных памятников, отправление религиозных обрядов у индоариев в первый период их расселения в Индии не было связано с воздвижением крупных алтарей и хромовых комплексов. Последние стали создаваться в послеведийскую эпоху и особенно в период формирования индуизма, что, по всей вероятности, можно объяснить влиянием местных дуарийских верований. Уже давно внимание ученых привлекает изображение на печати так называемого рогатого бога, сидящего на троне или на земле. Своеобразна его поза, ноги как бы прижаты к телу, пятки соприкасаются. Типичная и йогическая осана. На голове божества два рога, между ними дерево, окружают его тигр, носорог, зебу, слон. На одной из печатей около головы имеются два выступа, которые являются еще двумя ликами этого прото-шивы. Известно, что в индуизме шива часто предстает в образе Пашупати, покровителя скота, властелина природы и воспроизводится трехликим. Поклоняются ему, как и предводителю йогинов. Сходство между рогатым богом и шивой индуизма значительно. Не исключено, что в ту отдаленную эпоху уже существовал и культ его спутницы, богини, известной в последующей индуистской традиции под именами Парвати, Дурга, Ума. На печать их она изображена в разных видах, иногда как смиренная властительница, иногда как свирепая рогатая богиня. Встречается также необычный сюжет, передающий, очевидно, некую неарийскую легенду. Среди ветвей священного дерева Пипалла стоит рогатая богиня, а перед ней на коленях существо с рогами. У нее и у него длинные косы, на руках браслеты, у колена преклоненного божества на голове заметен третий выступ, напоминающий цветущую ветку. Воздействие харапской и вообще доарийской традиций выразилось и в появлении у индоарийцев практики изображения богов в человеческом облике, а также всего круга представлений, сопряженных с аскетизмом. У индоариев отсутствовала аскетическая практика, имевшая местные корни и йогическая поза прото-шивы. Одно из свидетельств бытования подобной практики в эпоху хараппы. К прото-индийской цивилизации восходят и распространенные позже такие культы, как культ матери богини, особо развившейся в индуизме в виде поклонения верховным богиням, почитания священных растений, например, дерева ашватхи, столь популярного и в буддизме, и животных. Было высказано предположение, что носорог, очень часто встречающийся на хараппских печатях, мог быть прототипом однорогого вепря, аватары, главного бога вишнуизма. В начальный период своего пребывания в стране индоарии не возводили крупных сооружений, уклад их жизни был совершенно иным. Для хараппы же монументальная архитектура была весьма характерна. Строительные приемы, которые использовались при создании городских поселений в долине Ганга, вырабатывались не без влияния этих древних традиций. Исследователи полагают, что хараппа повлияла и на сам процесс вторичной урбанизации, возродившейся через много столетий уже в других исторических условиях. В это тяжелое время в хараппские города небольшими разрозненными группами начинают проникать чужеземцы, выходцы из областей Белуджистана, на что указывают материалы археологии и палеоантропологии. Возможно, пришельцы довершили падение отдельных крупных городов, в частности Хараппы и Махенджедара, но маловероятно, что они существенно повлияли на судьбу городов и поселений Саураштры и Катхиаварского полуострова, хотя здесь это не было связано с приходом чужеземцев. Данные карбонного анализа, проведенного при раскопках в Рангпуре и Лотхале, показали, что первые признаки упадка обнаружились в Лотхале, важном центре морской торговли еще в девятнадцатом веке до нашей эры. Особенно упадок усилился в восемнадцатом-семнадцатом веках до нашей эры, когда прервались непосредственные контакты с городами на Ниле. Ученым еще предстоит выяснить подлинные причины гибели Хараппской цивилизации, но уже сейчас можно утверждать, что проникновение индоариев не было решающим фактором. Археологическим свидетельством пребывания ариев на территории Индии стала культура серой расписной керамики. Обнаруженная в восточном Пенджабе, Харьяне, верховьях Ганга и Джаммы, ряде районов Гангоджамского Дуаба, двуреча, а также в Раджастхане, датировка ее до сих пор остается спорной. Нижняя граница определяется условно двенадцатым-одиннадцатым веками до нашей эры. Применительно к большинству же поселений, где открыта эта культура, карбонный анализ предлагает более поздние даты — восьмисотые, пятисотые годы до нашей эры. Ее возникновение в Индии по времени совпадает со временем оформления ригведы, а дальнейшее распространение — с ведийскими сочинениями последующего периода. Ареал находок может быть соотнесен с территорией расселения и, главным образом, в послерегведийский период. Примечательно, кроме того, что слои культуры серой и расписной керамики были найдены во многих поселениях, связанных по традиции с городами, известными по эпосу, прежде всего Махабхарати. По свидетельствам поздних Самхит, Брахман и Упанишат, индуарии расселились по всей долине Ганга, и Пенжап утратил для них прежнее значение. Авторы Шата-Патха-Брахманы и Айтарея-Брахманы пренебрежительно отзываются о жителях Запада Индии. Гимны ригведы сообщают о частых столкновениях ариев с местными племенами, которые по облику и обычаям сильно отличались от них. Конечно, составители гимнов были пристрастны в изображениях своих врагов. Они рисуют их внешне непривлекательными, отвергающими ведийских богов и не знающими правил жертвоприношения, имеется в виду ритуал жрецов-арьев. Следовательно, контакт не прекращался, хотя тексты говорят лишь о конфликтах между двумя сторонами. В пользу давних контактов ариев с местными жителями свидетельствует культура медных кладов и желтой керамики. Во многих поселениях, в верховьях Ганга и Вдуаде, она хронологически предшествует серой расписной керамике. В период появления ариев в Индии и на первом этапе их расселения встречи с местным населением характеризовались взаимной отчужденностью и враждебностью. Барьер недоверия способствовал сохранению строгой изоляции. Если устанавливались контакты, то они затрагивали прежде всего область военной и хозяйственной деятельности. Такая ситуация наблюдалась, очевидно, довольно долго, пока индуарии, продвигавшиеся вглубь страны, осваивали новые земли, переходили к новому укладу жизни. Постепенно социальная и экономическая структура ведийского общества менялась. Существенные сдвиги отмечались в культуре, налаживались регулярные связи с неарийским населением. В долине Ганга возникают первые государственные образования, на основе ведизма складывается брахманизм, ассимилировавший верования различных автохтонных этнических групп. Но даже в этот период местные племена остаются во многом еще изолированными, их вторжения в общую политическую, социальную и культурную систему имеют особый характер, что отражается в брахманских сочинениях, сутрах и мантрах. Им отводят низшее место в социальной иерархии, их причисляют к разряду досью, презираемых смешанных каст, приписывают им неприятие священных брахманских норм и ритуалов. Но и эти, создаваемые жреческой верхушкой перегородки, не могли прервать контактов между различными этнокультурными зонами. Ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры материальная и духовная культура ведийских индийцев приобрела качественно новые черты, подверглась столь сильному местному воздействию, что вклад неарийских племен уже фактически не осознавался. Закономерности исторического процесса неизбежно вели таким образом к постепенному стиранию барьеров. Хотя даже в эпоху возвышения самостоятельности они вмешивались в общую систему культурного, социально-экономического и политического развития. Постепенно создавались, пока в рамках Северной Индии, индийская культурная общность. Существовавшая в древности этнокультурная специфика отдельных зон и регионов характерна и для последующих периодов индийской истории. Она во многом определяла пути и особенности формирования национальных литератур и межнациональных культур в пределах определенного культурного единства. Глава третья Ведийский период Древняя Индия в пятнадцатом, пятом веках до нашей эры Веды Слово «Индия», как уже отмечалось, произошло от названия реки на северо-западе страны. Под Древней Индией подразумевается территория современных государств – Индии, Пакистана и Бангладеш. Для изучения ранней истории Индии основным источником являются своеобразные тексты, являющиеся древнейшими памятниками литературного творчества. Веды – священные тексты, составленные на языке индоевропейской языковой семьи, условно называемой в науке ведийским санскритом. А также материалы двух эпических поэм – «Махабхараты» и «Рамаяны». Основное содержание вед – религиозно-философские сочинения, сборники этикоправовых предписаний и ритуальные тексты, многие из которых создавались представителями брахманской прослойки, отвечали ее интересам, отражали ее взгляды и установки. В современной Индии традиционно считают знания вед – источником мудрости индийцев. Веды учат возвышаться над несчастьем, над гневом и завистью, искать истину. Ведийская литература подразделяется на самхиты – сборники гимнов, заклинаний и молитв, брахманы – прозаические трактаты, толкующие ритуалы и подробно объясняющие систему жертвоприношений, упанишады – религиозно-философские трактаты. К этой литературе примыкает богатая литература сутр – сочинения, которые толкуют вопросы религии, философии, науки, этики, повседневной жизни. Сутры порой называют ведантой, буквально часть вед. В веданту включаются ритуал, этимология, грамматика, фонетика, метрика и астрономия. К веданте относятся и многочисленные трактаты, касающиеся ведийского ритуала – кальпасутры, которые подразделяются на грехьясутры и дхарма-сутры. Грехьясутры – сборники наставлений по домашним обрядам. Дхарма-сутры включают в себя предписания, затрагивающие домашние обряды и правила семейной жизни, регулируют социальную жизнь человека, касаются положения различных групп населения, их взаимоотношений с государством и так далее. К самхитам относят четыре сборника – ригведа – гимны, самоведа – песнопения, яджурведа – жертвенные формулы и толкования, и адхарваведа – магические формулы. Сборники самоведы и яджурведы не так оригинальны, поскольку в большей своей части повторяют ригведу и представляют меньшую ценность как исторические источники. Значение древнеиндийской литературы огромно. Она дает знания об историческом периоде, связанном с расселением идноарийских племен в Северной Индии, освоением долины Ганга, эволюции политического и общественного строя этих племен, возникновением государственности и тому подобное. Самхита-ригведы в том виде, в каком она дошла до нас, сложилась на рубеже второго и первого тысячелетия до нашей эры, хотя некоторая часть гимнов, вероятно, была создана в третьем или даже в шестом тысячелетии до нашей эры. Ее текст состоит из десяти книг. Одна тысяча двадцать восемь гимнов. В текстах Ригведы содержится много исторического материала о политической организации и социальных отношениях ранневедийской эпохи, хозяйственной деятельности населения, обычаях и нравах, о процессах возникновения классового общества и государства. Имеются и конкретно исторические факты о соперничестве между индоарийскими племенами и их борьбе с неарийскими этносами, расселение ведийских коллективов и освоение ими новых территорий. Другой, не менее важный ведийский памятник, Адхарваведа, сложился в более поздний период. Его окончательная редакция, по-видимому, произошла в седьмом-шестом веках до нашей эры. Гимны Адхарваведы содержат религиозные и религиозно-философские идеи, имеются архаичные тексты, которые отсутствуют в других сборниках. Анализ Адхарваведы позволяет воссоздать различные стороны жизни древнеиндийского общества. Гимны проливают свет на хозяйственную деятельность, развитие земледелия и ремесла, данные о состоянии медицинских, астрономических и других знаний. Наступление новой эпохи в истории древнеиндийского общества ознаменовали тексты прозаических трактатов, брахманов. Они оформились к восьмому-шестому векам до нашей эры, когда в Индии начала интенсивно складываться сословно-кастовая система, повысилась роль брахманства. Эти трактаты богаты сведениями не только о социально-экономической и культурно-политической жизни, но более всего они важны для изучения поздней индийской религии. Содержателен материал и о географических знаниях древних индийцев. Заключительную часть ведийской литературы составляют упанишады. Среди них выделяется десять, двенадцать главных, наиболее древних, датируемых седьмым, шестым веками до нашей эры. Они отличаются от брахман своей религиозно-философской трактатностью. Изложенный материал отличается конкретностью и историчностью. Особенно важен для установления предпосылок возникновения буддизма и позднейших религиозно-философских систем. Данные упанишад позволяют проследить ход дальнейшего развития государственности и образования первых государств в долине реки Ганг. Таким образом, свидетельства вед рисуют нам картины общественной жизни Индии. Однако они требуют определенного критического анализа, так как являются предметом устного творчества. А хорошо известно, что в древности очень сильной была традиция устной передачи текста из поколения в поколение. При этом старались сохранять их первоначальный смысл, но в поисках сюжета часто обращались к мифологии, а при описании действительных событий не стремились к точности. Кроме того, ряд текстов был оформлен письменно лишь в первые века нашей эры, и допустимо думать, что зафиксированы были не все произведения устного народного творчества. Поэтому картины общественной жизни древней Индии заметно дополняют данные археологических раскопок поселений культуры Хараппы третьего-второго тысячелетия до нашей эры. Эта культура развивалась в долине Инда, в северо-западной Индии, которая представляла собой зону обитания земледельцев и скотоводов. Именно здесь, в третьем тысячелетии до нашей эры, была создана высокоразвитая городская культура, не уступавшая таким очагам мировой цивилизации, как Месопотамия и Древний Египет. Археологические раскопки в Хараппе, современный Пакистан, и долине Инда убедительно показали древность, самобытность и автохтонность индийской культуры, сложившейся задолго до появления в Индии индоарийских племен. Возникновение рабовладельческих отношений Во втором тысячелетии до нашей эры заканчивается процесс расселения индоиранских племен. Одна их часть осела в Иране и Средней Азии, другая в Индии. Предки иранцев и индийцев некоторое время представляли собой индоиранскую этническую общность. В индоиранской среде был распространен термин «арий», связанный со словом «ария». Этимология «ария», производная от «ари», проблематична. Исследователи предлагают различные ее толкования. В настоящее время принята наиболее употребительная интерпретация индолога из ФРГ Тимме «ари» по происхождению связана с «арий», обозначавшим в ведийскую эпоху «иноземец», «пришелец». А «ария» — гостеприимный, а также человек благородного происхождения. В этом смысле это слово часто встречается в большинстве письменных памятников Древней Индии. «Ария» — «арий» употреблялась в противоположность «дащью» — «даса» — «чужой» — «враг», как благородный, а затем и означало «свободный». Ариями называли себя представители знатного рода и племен, занимавших руководящее положение в племенных союзах. Иначе индоиранские племена называют арийскими. После расселения ариев в долине Ганга здесь создались необходимые предпосылки для возникновения классического индийского рабовладельческого государства. Ведийские предания помогают воспроизвести картину развития арийского общества. Усовершенствование орудий производства увеличило количество продуктов и богатств, усилило обмен между племенами, а это, в свою очередь, привело к возникновению и закреплению разделения труда и возникновению имущественного неравенства. Уже в поздних частях Вед идет деление людей на лучших и скверных, к первым относились люди царского рода, к шатрии и потомки жрецов, брахманы, ко вторым, да сию, чужаки, враги. Несомненно, происхождение этого термина указывает на то, что первыми рабами были военно-пленные и покоренное население. На раннем этапе рабство носило патриархальный характер. Рабы работали вместе с членами семьи и под бдительным надзором домохозяина грехопати. Однако с развитием обмена и ростом товарного производства растет число рабов. Их используют на самых тяжелых работах, на полях, в рудниках, в ремесленных мастерских и тому подобное. Рабство утратило патриархальность и превратилось в жестокую тиранию для одних и источник постоянной наживы для других. Во многих ведических текстах говорится об удовольствиях и благополучии, которые нес труд рабов их владельцу. Говорится о множестве рабов у одного лица. Рабы рассматриваются как часть имущества, а владение тем или иным количеством рабов свидетельствовало о богатстве их владельца. В рабство стали обращаться не только пленные. К примеру, в Ригведе повествуется о том, как рабом стал человек, проигравший себя в кости, то есть за долги. Таким образом, рабство, возникшее еще в недрах первобытного общества, в ведическую эпоху, особенно в поздний период, претерпело существенные изменения и обрело законченную форму. Рабом мог стать любой член общества. Продажа свободных в рабство была уже обычным явлением. Человек мог не только стать собственником другого человека, но и сделать его объектом купли-продажи. Становление и укрепление института рабства ускорило развитие государства. При рассмотрении рабства как института древней индийской истории, исследователи в последнее время склоняются к необходимости рассмотрения социальной стратификации индийского общества в полном объеме вне строго очерченных исторических периодов. Рассмотрение этой сложной картины основывается на том факте, что рабство продвинуло ломку родоплеменных отношений и образование нового типа общественного устройства. Положение рабов можно охарактеризовать рядом наиболее общих черт. Среди них ведущей является отсутствие права на свою личность, последствием чего было отсутствие свободы передвижения. В некоторых источниках среди домашних животных назван человек, по-видимому, этим подчеркнуто отношение собственности хозяина к рабу. Право хозяина на жизнь раба соблюдается, как и в античных обществах, собственник решает, жить или умереть рабу. При этом к категории рабов относят людей, не являвшихся собственниками своей рабочей силы и, таким образом, не имевших права на плоды своего труда. В рабы попадали люди, которые находились в условной степени зависимости. Это категории должников, а также те, кто заключил договор о рабской службе. Наиболее зависимое положение было у тех, кто являлся рабом по рождению. Такие категории упоминаются в источниках при обстоятельствах уплаты дани рабами, проигрывании рабов в азартные игры. Отмечены случаи дарения рабов. Махабхарата сообщает о фактах подношения царями в целях жертвоприношения сотен тысяч юношей и девушек. Среди запретов встречался запрет монастырям принимать рабов, кроме тех, что уже имели большое количество рабов. Рабы обладали залоговой ценностью. Рабыня, попадая в качестве залога, своим потомством оплачивала проценты по условиям залога. Неправоспособность раба в суде и при заключении хозяйственных сделок была нормой древнеиндийских обществ. О торговле рабами как разновидности торговли движимым имуществом говорят многие документы. Рабы, именовавшиеся двуногими двипада, продавались на условиях, устанавливаемых государством. Оно же следило за соблюдением правильности сделок с учетом всех параметров и изъянов товара. Государство гарантировало качество и возврат в случаях оговоренных сделкой. В ходе торговли полагались пошлины размером в 20 или 25 частей установленной цены. Источник зафиксировал аналогичные суммы при торговле другим ходовым товаром, животными, сырьем, пряностями. Это было доходной статьей экспорта в восточных странах. Называется рынок рабов в индийском городе-порте Баригазы. Спрос на рабов был высоким, и по ряду причин историческая традиция не сохранила указания на цену. Однако можно говорить, что на спрос влияла выгодность применения рабского труда, наличие различных категорий рабов на рынке, вкусы рабовладельцев и другие причины. Согласно фактам, раба оценивали на четверть суммы больше, чем лошадь, в два с половиной раза больше, чем буйвола или корову, в двадцать раз больше, чем овцу или козу. Материал взят из описания выкупа в случае пропажи или похищения имущества. В частности, кража раба приравнивалась к краже иного имущества и наказывалась штрафом в двести пятьдесят, пятьсот пан, в других случаях шестьсот пан или отрубанием обеих ног. На раба распространялись все права на наследование недвижимости, потомство раба принадлежало владельцу, раб лишен любой собственности. И в Махабхарате приводится случай, когда женщина Драупади не признавала себя рабыней, поскольку ее проиграл Юдхиштхира, уже сам до этого проигравший себя и по социальному статусу ставший рабом. Позже сложился сложный комплекс отношений раба и рабовладельца, законы МАНУ, предполагавший наличие имущества и сбор суммы для возможного выкупа. По-видимому, это более поздние нормы, либо схема рабовладения не охватывала все возможные варианты, и тогда делались исключения из общепринятых норм. Положение раба освещено в литературе очень подробно. Он выполнял любую работу, хотя было различие в характере труда постоянных рабов и перешедших в это состояние временно. Прослеживаются детали регламентации труда в зависимости от первоначальных условий перехода в рабство, первоначальной принадлежностью к различным слоям. Отсюда и выполнение работ, соответственно, статусу свободно рожденного раба. Древние индийские источники доносят различные эпитеты, обозначающие рабскую покорность, подчиненное положение раба. Тяжелым было положение потомственной рабыни. Она подчинялась волеизъявлению своего господина. Есть указание на скверную пищу раба, да сапари бхога. В этом ряду фактов отношения раб-господин всегда носили характер несправедливости в отношении подчиненной части людей. Факты говорят о работе рабов день и ночь, причем за провинности, либо для устрашения их могли избить, заклеймить, заковать. Порой в источниках фигурируют примеры о хорошем обращении с рабами. Вероятно, речь идет о распространенной в Древней Индии патриархальной форме рабства. О семейных рабах сообщается в Махабхарате. Факт дарения десяти тысяч рабов с женами. Семьи рабов не были прочными, видимо, они заключались по обряду свободных категорий, ибо их положение полностью зависело от воли господина. Раб, бывший прежде свободным, поддерживал определенное время отношения с родом и семьей, достаточно устойчивые в индийском обществе. Владельцы рабов считались с традицией. Доля труда рабов в экономике Древней Индии была значительной. Особенно это касается крупных хозяйств, в том числе царских земель. Рабы упоминаются почти в каждом случае дележа наследства, описание собственности хозяев и в целом общины. Крупные хозяйства с их высокой долей рабского труда давали основной продукт в экономической структуре, определяли интенсивность товарообмена, формировали отношения в среде имущего класса. Это касалось упорядочения отношений между царем, знатностью и жречеством. То есть хозяйственные отношения с точки зрения одного лишь рассматриваемого аспекта влияли на государственную стабильность. В земледелии с началом сельскохозяйственных работ рабскому труду сопутствовало наемничество на сезон. При перечислении различных категорий работников в царских мастерских упоминаются виды тяжелого труда, который был уделом рабов и зависимых работников. Женщины, отказавшиеся от исполнения обета, так называемые отшельницы и царские рабыни, хромовые прислужницы, гетеры, также являвшиеся царскими рабынями, вот далеко не полный список рабски зависимых от господина. О численности рабов в домашнем хозяйстве — частые указания в религиозной, эпической и художественной литературе, касающейся жизнезнати и царей. Домашнее хозяйство базировалось на полном цикле производственных процессов, как то — обработка зерна и риса, получение масла, скотоводство и изготовление молочной продукции. Для климата этой страны важно было доставлять воду в хозяйство и заготавливать топливо для холодного времени года. Из-за ремесел в цикле домашних работ широко применялось преддение и ткачество. В хозяйственном цикле нередко был задействован хозяин, ибо соблюдение ритуальной чистоты требовало использования для черной работы, связанной с ритуальной нечистотой, рабов. Они убирали нечистоты, дом и двор, прислуживали при обрядах, оставляя наиболее ответственные работы владельцу и, возможно, наемным работникам. Знатные дома обслуживались рабами, имевшими профессии поваров, массажистов, водоносов, певцов и актеров. Гаремная прислуга, банщики, носильщики, полонкинов также относились к этой категории работников. Слуги сопровождали хозяина в поездках, на войне, на стезе отшельничества, и этим подчеркивали общественное положение хозяина рабовладельца. Каким образом становились рабами, также свидетельствуют источники. Очень древний материал стиха «Закона Фману» сообщает о семи разрядах рабов, захваченный под знаменем, раб за пищу, рожденный в доме, купленный, подаренный, доставшийся по наследству, раб в силу наказания. Другой источник указывает, что в рабство попадали по происхождению и в результате купли-продажи. Весьма своеобразно сформулирован один путь, которым можно было попасть в рабство — стать рабом из страха. Позднее можно проследить пятнадцать терминов для обозначения рабского состояния. Весьма существенным путем пополнения рабов было рабство по рождению, потомство от рабынь, имеющее семантический ярлык «рожденный в доме». Таким путем образовывался значительный слой рабов, наиболее обездоленная часть общества. Позднее в законе предусматривалась возможность их освобождения при наличии родственной связи с господином рабыни. Махабхарата содержит материал о превращении пленных в рабов. Постановка вопроса была такова, что победитель, сохраняя жизнь пленника, наделялся правом распоряжаться ею по своему намерению. Социальная установка на своеволие победителя диктовалась общим состоянием отношений в древнеиндийском обществе. Более того, рабство считалось единственным общественным явлением, тем более, что любой свободный имел шансы превратиться в раба. Существовали специальные преграды для обращения в рабство брахманов, тоже предусматривалось для свободных ариев четырех варн. Категорию рабов пополняли проигравшие, например, пари. Махабхарата приводит легендарный спор двух женщин — Жон Риши Кашьяны Кадру и Венатой. Вторая стала рабыней по данному установлению. Еще один путь — долговое рабство. В рабство попадали совершившие правонарушения и преступления. Мало упоминаемый путь в рабство — это похищение с целью превратить человека в раба. Это действие считалось государственным преступлением и наказывалось смертной казнью. Образование государства В Древней Индии процесс образования государства был длительным. Постепенно племенная аристократия превращалась в верхушку образующихся раннеклассовых государств, которые складывались на племенной основе. Усиливалась власть племенных вождей, раджей, которые называли себя царями племени. Они претендовали на абсолютную власть над своими подданными и нередко выступали в роли единодержавных правителей — раджа-вишваджанин. Чтобы поднять престиж раджей, подчеркнуть их особое положение, совершались сложные церемонии посвящения. Они объявлялись носителями того или иного божества. Обычно правители принадлежали к самым знатным, богатым и многочисленным родам. К середине первого тысячелетия до нашей эры в долине Ганга завершился процесс превращения органов племенного самоуправления в государственные. Однако родоплеменные пережитки были еще сильны. Царь, хотя и являлся повелителем народа, не мог править без его согласия. Наиболее важные общие дела племени решались в народном собрании, называвшемся «самити». В нем были представлены вожди и народ. В ведийской литературе имеются упоминания и о другом собрании, называвшемся «сабха», напоминающем совет старейшин. Сабха и «самити» имели определенную административную, законодательную и судебную власть. В ранневидийскую эпоху в «самити» решался вопрос об избрании царя. Со временем народу отводится роль пассивного наблюдателя в государственных делах. Царская власть становится наследственной, переходит от отца к старшему сыну. С усилением власти царя сабха и «самити», как племенные институты, сменяют паришады, советы при царе. Сам царь командовал войском, распоряжался государственным имуществом, возглавлял аппарат управления. Такое исключительно высокое положение Раджей привело к тому, что государственная власть стала священной. Одновременно с формированием государства шло развитие аппарата управления. Все высшие должности в государственной администрации занимались представителями знати. Искусство государственного управления называлось «дандонити» — «наука о наказании». Должностные лица имели собирательные наименования — «виры» или «ратнины». В их число входили «казначеи», «самгрохитри», «сборщики налогов», «бхагадугхи», «гонцы», «полагалы», «военачальники», «сенани» и другие. Население уплачивало налоги, известные под названием «бали» и «шулка». Существовала и определенная система полицейской организации. В ведийских текстах упоминаются полицейские служащие дживагрипхи и угры. Возникла постоянно действующая шпионская служба. К концу ведийского периода, конец второго середины первого тысячелетия до нашей эры, в Северной Индии сложилось несколько десятков государств — Магадха, Кашала, Вриджи, Малла и другие. Оформление сословного строя Варны В Индии результатом выделения знати и жречества стало формирование замкнутых сословий — Варн. Основное содержание термина Варна — вид, цвет, разряд, людей. Варновая система явилась результатом исторического развития и могла возникнуть только на определенной его стадии. Все индуистские тексты свидетельствуют, что сначала арии не знали Варн, что они возникли в строгом соответствии с разделением по видам трудовой деятельности. В результате разложения первобытно-общинного строя помимо классов оформились сословия. Сословные различия были почти во всех странах древности, но законченный характер они приняли именно в Индии благодаря стойкости и живучестве пережитков родоплеменных отношений и прочности общинной организации. Племенные объединения постепенно включались в классовые общества, но прочно удерживали старые позиции, содействуя консервации общественных явлений. Образование сословий происходило под непосредственным воздействием особенностей родоплеменных отношений, религиозных и этнических различий, а решающим фактором в становлении оформленной иерархической системы Варн были процессы, которые происходили в общественно-экономическом развитии. Это усиление социального неравенства. Концентрация собственности более-менее точно соответствовала Варновому делению. Сословный принцип определяет сущность системы Варн. В ранневедический период в обществе существовало тройственное деление — брахманы, священнослужители, раджанья, знать и виш, простой народ. Это деление в большей степени определялось родом занятий и положением в обществе и не имело ничего общего с той кастовой системой, которая развивалась позднее. В ведический век не было следов наследственных профессий и кастовой эндогамии. Народ представлял собой единое целое. Но в поздневедический период стали расти различия между подразделениями в обществе. Появилась доктрина о четырех Варнах — брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Самое первое и раннее упоминание о Варнах содержится в ригведийском гимне «Пурушасукта», в котором повествуется о происхождении Варн из частей тела мифического первого человека Пуруши. Брахманы — из уст, кшатрии — из рук, вайши из бедер, шудры из ступней. Варна Брахманов, брахмана, знающий священные учения, занимала верховное положение. Сюда входили представители родов, которые выполняли жреческие обязанности и царских родов. Судьба людей зависит от Бога, а узнать Божью волю и воздействовать на нее могут только брахман. Им было предоставлено исключительное право совершать жертвоприношения, основные обряды, знакомить людей со священными писаниями. Считалось, что они достигли высшей степени совершенства. Пользуясь тем, что им была доверена духовная жизнь народа, они стремились закрепить свое привилегированное положение в обществе, приписывая себе божественное происхождение. В древние священные книги шастры были включены предписания, которые подчеркивали исключительность брахманов по сравнению с другими представителями индийского общества. Брахманы были освобождены от повинностей, сами распоряжались своей собственностью. Убийство брахманов было самым большим грехом. Следующая по схеме сословной иерархии была варна кшатриев. Кшатрия, наделенный могуществом, в которую входила военная знать. Эта варна располагала реальной властью в индийском обществе, так как имела в своих руках материальные ресурсы и военную силу. Имеется много фактов, свидетельствующих о соперничестве между кшатриями и брахманами за притязание на привилегированное положение в обществе. Кшатрии постоянно оспаривали главенствующее положение брахманов, утверждая, что брахман — не владыка, и что жрец — только слуга царя. Основная масса общинников образовала третью варну — вайшиев, наделенный имуществом. Эта варна состояла в основном из земледельцев и скотоводов, а также торговцев и ремесленников. Им было предоставлено право владеть землей и отводилась незначительная роль в государственном управлении. В частности, коронация царей происходила при их непременном участии. Вайши составляли ту основу, на которой покоилось благополучие брахманов и кшатриев, а они были основным податным сословием. Однако вайши не пользовались равными правами с этими варнами и были неименитыми, в их жилах не текла кровь жрецов и знати. Позднее трех других окончательно оформилась варна — шудр. Они занимались физическим трудом, их положение было близко к рабскому, на них было наложено много ограничений в правах. Шудры не имели права участвовать в управлении государством, занимать ответственные должности в государственном аппарате, участвовать в отправлении культов и жертвоприношениях богам, совершать домашние жертвоприношения, и обряд поминовения предков шудрам разрешалось. Как свидетельствуют ведийские тексты, поскольку шудр был создан из ступней праджапати без участия бога, то его богами являются хозяева дома. Постепенно положение шудр изменилось. Их права на жизнь и благополучие были признаны верхушкой общества. Они были допущены участвовать в коронации новых царей, и предоставлена возможность делегировать представителей в царский совет. Как правило, принадлежность к варне определялась рождением. Переход из одной варны в другую, как и смешанные браки, запрещался. Вместе с тем источники содержат данные о том, что перегородки между варнами не были непреодолимыми. Так, например, герои Махабхараты, Дхритараштра, Панду и Видура были сыновьями Брахмана Вьясы. Однако первые два принадлежали к шатриям, поскольку их матери были кшатриками, а третий — к шудрам, по матери — шудрянки. Считалось, что у самого Вьясы отец Брахман, а мать — рыбачка. Привилегированность трех высших варн индийского общества по отношению к шудрам подчеркивалась специальным обрядом посвящения — упанаяна, от слова «упавита», сплетенный особым образом и из особого материала. Для каждой варны — разный шнур, самой существенной и значимой частью обряда. Суть этого обряда посвящения заключалась как бы в формальном приеме в полноправные члены общины, уже возмужавшего соплеменника. Считалось, что при этом обряде происходит второе рождение, отсюда членов трех высших варн — брахманов, кшатриев и вайшев — называли дважды рожденными. Двиджаки. Обряд проводился в детском возрасте. Для детей брахманов в возрасте восьми лет — кшатриев — одиннадцати, вайшев — двенадцати. Вся жизнь дважды рожденных должна была делиться на четыре периода ашрама. Первый — брахмачарин, период обучения. Ученики жили в доме учителя гуру и находились в положении прислуги, работали на наставника, выполняли все его приказания и наставления, их работа считалась платой за обучение. Второй период — грехастха, период сознательной семейной жизни. В этот период дважды рожденный мог обзавестись семьей и обязан был содержать членов семьи и отправлять культ богов и предков. Третий — ванапрастха, период лесного отшельника. Когда человек достигал преклонного возраста, обзаводился внуками, он должен был удалиться от мира, сделаться отшельником. Это период философского познания и самопознания. Четвертый — яти саньяси, период бродячего аскета, подготовка к жизни в загробном мире, период ощущения приближения конца. К концу ведийского периода окончательно оформилась система четырех сословий, варн, укрепление которой стало одним из показателей разрыва с традициями первобытно-общинного строя. Древний индийский эпос Махабхарата и Рамайана В ведийский период истории Древней Индии происходит становление эпического творчества. Эпические поэмы относятся к письменным памятникам и являются одним из важнейших и существенных источников по истории и культуре Древней Индии первой половины первого тысячелетия до нашей эры. Эпические поэмы складывались и редактировались на протяжении многих столетий. В них нашли отражение и явление ведийской эпохи. К основным эпическим памятникам Древней Индии относятся поэмы Махабхарата и Рамайана. Эти поздневедические произведения литературы огромны по размерам, неоднородны по составу и разнообразны по содержанию. В обоих произведениях переплелись правда, вымысел и аллегория. Считается, что Махабхарату создал мудрец в Яс, а Рамайану — в Альмики. Однако в том виде, в каком эти творения дошли до нас, они не могут принадлежать какому-то одному автору и не относятся по времени создания к одному веку. Современная форма этих великих эпических поэм — результат многочисленных и непрерывных добавлений и изменений. Самый большой по размерам является Махабхарата. Она в восемь раз превышает вместе взятые Одиссею и Илиаду. По богатству и многообразию содержания ее называют энциклопедией древнеиндийской жизни. Махабхарата содержит огромный материал об экономическом и социальном развитии, государственном управлении и формах политической организации, правах, обычаях и культуре. Особую ценность представляют сведения космологического и религиозного характера, философского и этического содержания. Все эти сведения отражают процесс возникновения индийской философии и религии, сложения принципиальных черт индуизма, культа богов Шивы и Вишну. В целом, в Махабхарате нашел свое отражение этап развития древнеиндийского общества, связанный с усилением сословия кшатриев и их борьба с брахманами за ведущее положение в обществе. Сюжетной основой Махабхараты, великой войны потомков Бхараты, является борьба за власть внутри царского рода Куру, который управлял Хастинапуром. Род Куру был одним из самых могущественных в Северной Индии. Происходил от Бхараты, царя из лунной династии. В этом роде были два брата — Дхритараштра, старший, и Панду, младший. У каждого были семья и дети. Сыновья Панду назывались Пандавами, потомки Панду, а сыновья Дхритараштры — Кауравами, так как он был старшим в роде, и родовая фамилия переходила на него. Правителем был Панда, так как в силу физического недостатка слепоты Дхритараштра не мог занимать престол. Панда умирает, оставляя малолетних наследников. Этим пользуются сыновья Дхритараштры, которые хотели погубить Пандавов и установить свою власть. Однако сложившиеся определенные обстоятельства не позволяют им это сделать, и Кауравы вынуждены были уступить часть царства своим двоюродным братьям. Однако Кауравы не оставляют своей затеи расправиться с Пандавами и таким образом лишить их части наследства. Они идут на различные ухищрения. Кауравы вызвали Пандавов на игру в кости, а в тот период это были своего рода поединки, от которых не принято было отказываться. У кшатриев для выяснения отношений существовали такие своеобразные дуэли, где они мерились своими силами, способностями, определяли свое положение. В результате нескольких раундов игры Пандавы проиграли все свое богатство, и, исходя из условий игры, их часть царства переходила к Кауравам, а они вынуждены были уйти на тринадцатилетнее изгнание в леса. По истечении этого срока Пандавы потребовали свою долю царства, но Дурют-хан, старший из Кауравов, им отказал. Это привело к междоусобной войне, судьба которой была решена знаменитой битвой на равнине Курукшетры. Битва была жестокой, кровопролитной и продолжалась восемнадцать дней. Почти все Кауравы были убиты. Иют-хештхира, старший из Пандавов, стал царем Хастинапура. Через некоторое время Пандавы отреклись от мирской жизни и передали свою власть Парикшиту, внуку Арджуны, одного из братьев Пандавов. В Махабхарату включен религиозный философский трактат «Гита» или «Бхагавадгита» — «Песня Бога», представлявший собой поучение Кришны Арджуна. Во время битвы на равнине Курукшетры Арджуна не решался поднять оружие против своих родственников. Дело в том, что по представлениям той эпохи, независимо от причины, убийство родных и близких считалось грехом и было подвергнуто строжайшему запрету. Бог Кришна дал заповедь, объясняя Арджуне, что он кшатрий, а долг кшатриев состоит в том, чтобы сражаться и убивать врага, что он заблуждается, думая, что в битве он убивает своих родных. Душа вечна, ничто не может убить или уничтожить ее. Если ты будешь сражаться и побеждать, то приобретешь царство и счастье, если погибнешь в бою, то достигнешь неба. Кришна указал растерявшемуся Арджуне правильный путь сочетания своих интересов с долгом, противоречащим этим интересам. Затем Кришна объяснил ему свою божественную миссию. В гитте затронуто много проблем, которые носят всеобщий характер. Она является самым популярным произведением индийской мысли и занимает почетное место в мировой литературе. По размерам и историческим данным Рамаяна сказание о Раме уступает Махабхарате, хотя отличается большей стройностью композиции и лучшим редактированием. В основе сюжета Рамайны история жизни Рамы, идеального сына и идеального правителя. В Айотхье был правитель Дашарадха, который имел четырех сыновей от трех жен. В старости он назначает своим преемником Навараджей старшего сына Раму, который по уму, силе, смелости, храбрости и благородству превосходил своих братьев. Но его мачеха Кайкейе воспротивилась этому. Она добивается назначения наследником своего сына Бхарата, а Рама уходит из страны на четырнадцать лет в изгнание. С женой Ситой и младшим братом Лакшманом он удалился в леса. Огорченный этим событием, Дашарадха умирает, Бхарата отказался от престола, но до возвращения Рамы согласился управлять страной. Во время странствий Рамы Равана, царь Ракшасов, демонов, и владыка Ланки, Цейлона, похитил Ситу. Это привело к долительной войне между Рамой и Раваной. В конечном итоге Равана был убит, Сита освобождена, и Рама, срок изгнания которого истек, возвращается с Ситой в Айдохью и воцаряется на престоле. Некоторые в Айдохье усомнились в чистоте Ситы. Рама ее изгоняет. Она удаляется в келью Риши в Альмике, где рожает двух мальчиков Лаву и Кушу. Позднее Рама признает их своими сыновьями и наследниками. Обладая исторической и литературной ценностью, поэмы Рамаяна и Махабхарата превратились в национальное достояние индийского народа, который в трудные периоды своей истории находил в них моральную поддержку и опору. Эти поэмы служат руководством в области законов и морали. Моральный облик действующих лиц этих произведений стал примером для многих поколений индусов. Индия в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Для исследователей-индологов воссоздание политической истории Древней Индии, особенно указанного периода, представляет собой трудную и пока еще неразрешимую задачу. Основным историческим источником, повествующим о ходе событий в той или иной мере, являются сборники древнейших мифов и исторических преданий — пураны. В них содержится много данных о племенах, народностях, династиях, исторических событиях. Однако в индийских сочинениях, вследствие неопределенности и запутанности хронологии, не представляется возможным в полной мере проследить ход исторических событий, связанных с распространением и развитием рабовладельческих отношений. Бытует мнение, что рабовладельческие отношения в Древней Индии сложились в одних случаях в процессе общественного развития, независимо от внешнего влияния, в других случаях под влиянием и воздействием уже сложившихся рабовладельческих государств. Несомненно, исторические предания заслуживают особого внимания. Согласно пуранам и эпосу, правители древнеиндийских государств в долине Ганга относились к двум основным династиям — солнечной и лунной. К лунной династии принадлежали правители, утвердившие свое господство в верховьях долины Ганга. Начиналась лунная династия от Пурураваса, внука Сомы, бога Луны. Самой известной ветвью этой династии были Пауравы, род Пуры, который царствовал в пятом поколении после Пуруравасы. К предкам лунной династии относился и легендарный царь Бхарата и его потомки. Предания повествуют о том, что именно ему удалось подчинить себе несколько племен и установить свое господство на значительной территории. С его именем в истории Древней Индии связано много фактов. Это в первую очередь название ее северной части — Бхаратоварша, страна Бхаратов, то есть потомков Бхараты. Территория расселения Бхаратов воспринималась как священное место, таковой ее воспринимают ортодоксальные индуисты и сейчас. Предания старины нашли свое отражение в современном официальном названии Индийской Республики на языке хинди-бхарат. Солнечная династия берет свое начало от Икшваку, внука Солнца Вивасвата. Самой известной ветвью Солнечной династии называют династию Вакху по имени 57-го преемника Икшваку. Его правнуком считается главный герой эпической поэмы Рамаяна — Рама, сын Дашарадхи. К шестому веку до нашей эры центр политической жизни Древней Индии смещается в среднюю часть долины Ганга. Здесь стали складываться более крупные и сильные государственные образования. Среди них государство Кошала со столицей Варанаси, государство Видиха со столицей Митхила, государство Магатха со столицей Раджагриха и другие. В результате ожесточенных войн между этими государствами возвысилось государство Магатхи, правители которого из династии Мауриев в четвертом веке до нашей эры стали во главе первой в истории Индии рабовладельческой державы общеиндийского масштаба. Религия древнейшей Индии С самого начала зарождения индийского общества религия играла существенную роль. Вся жизнь индийца была пронизана религией. В ведийскую эпоху религиозные верования проходят ряд этапов. В ранний период религия, подобно другим сторонам жизни, отличалась простотой. В почитании были различные силы и явления природы. Все, что воспринималось как живая сила, все обожествлялось. Боги олицетворяли силы природы. Впоследствии богов отделили от объектов, которые они представляли, и стали поклоняться им самим. В это время уделяется большое внимание обрядовым действиям. В ведийские индийцы, постоянно сталкиваясь с трудностями и опасностями повседневной жизни, полагали, что обрядами можно предотвратить любые грозящие неприятные неожиданности со стороны как естественных, так и сверхъестественных сил. Поэтому были составлены специальные магические ритуалы с произнесением заклинательных формул или стихотворений «магические тексты». Все это, как считалось, обеспечивало человеку успех во всех делах и жизненное благополучие. На этом этапе религиозные верования индийцев были ничем иным, как суммой синтезированных религиозных представлений индоарийских и местных племен. Многие представления относятся к эпохе индоиранского единства. Исследователи отмечают много совпадений как для ведийской, так и для древнеиранской религии в культах, в религиозной терминологии, в словосочетаниях жертвенных формул, в именах богов. К числу древнейших ведических божеств относились Диаус, бог небес, отец, и Притхви, богиня земли, мать. Позднее их место заняли Варуна, бог неба, и Индра, бог грома и дождя. Богам придавали антропоморфные черты, приписывали человеческие поступки и образ жизни. Первоначально все боги были смертны, мартия. Им всем были присущи натурмифологические черты. По представлениям древних индейцев, вселенная состояла из трех сфер миров — лока, земли, воздушного пространства и неба, и называлась трилока, три мира. Соответственно, был представлен и мир богов Митра, Варуна, Сурия, Пушан, Вишну, Ушас, Ашвина, Савитр и Адитьи относились к богам неба, Индра, Марута, Рудра, Ваювата, к богам воздуха, а к богам земли — Агни, Сома и Брихаспати. Высшим божеством считался Индра, он был царем Раджей, богов. Агни был верховным жрецом. Всеведущий и всевидящий Варун ведал вопросами истины и нравственного порядка, Рита, и выступал нравственным руководителем всех божеств. Помимо благодетельных божеств были и демонические, которые приносили людям несчастье, болезни и разорения. Существенной чертой ведических богов были их благожелательность, они были друзьями людей, наряду с молитвами богам совершали жертвоприношения, которые служили средством сделать приятное богам и снискать их милость к жертвователю. Ни храмов, ни алтарей, ни священных изображений не было. В поздний ведический период в духовной жизни происходят значительные изменения. Религиозная мысль от политеистического перешла в ритуалистическое, философское и аскетическое направления. На смену старым богам Варуне, Индре, Сурье приходят новые Шива, Рудра, Вишна. Обрядовая сторона стала сложной, тщательно продуманной и обширной, возникла целая наука о жертвоприношениях. Все жертвоприношения проводились под наблюдением жрецов. Считалось, что благодаря богам существует мир, а боги живут жертвоприношениями. Поэтому, чтобы заручиться расположением богов, нужно их одаривать. Главным в культовой практике было принесение в жертву животных. Обряды проводились в сумерках, при свете костров, на специально подготовленных алтарях. Сопровождались специальными церемониями, песнопениями, были чрезвычайно пышными и часто длились в течение многих дней. Для отправления культов жрецы проходили специальную подготовку, так как каждый из них должен был досконально знать правила и детали ритуала и тексты, чтение которых составляла его часть. Важное место в религии древних индийцев занимал культ предков. Основной частью культа была поминальная трапеза, шратха, сохранившаяся до нашего времени. К исполнению ритуала допускаются только лица мужского пола. В позднее ведическое время широкое распространение получило идея, согласно которой все живое на земле состоит из двух частей — видимой, тело, и невидимой, душа. Только душа человека является животворным началом, способным думать, желать и чувствовать. В этот период под воздействием философов, которые высказали сомнения в действительности обрядов и размышляли о глубоком единстве Вселенной, стали возникать новые направления в религиозной мысли. Возникла доктрина трансмиграции душ. Пунараджан Согласно ей, вне Вселенной существует одна неизменная первопричина — Брахман, творец и блюститель общего порядка. Это всеобщая душа или абсолют, который во всем обитает и всем сущим руководит изнутри. После смерти душа человека переходит в другое, вновь рождающееся тело, и так до тех пор, пока она не освободится от всех своих несовершенств и не растворится во всеобщей душе. С этой доктриной непосредственно связано учение о карме. Суть его заключается в том, что в жизни все действия и поступки человека не проходят бесследно. Все действия, плохие и хорошие, приносят свои плоды и помогают тем, кто совершает их, подняться или опуститься по ступеням переселения души. Какое место займет душа человека после его смерти, достигнет врат рая или ада, зависит от меры праведности каждого при жизни. Судьбу человека определяет деяние, карма. Каково его деяние, таково его будущее рождение. А настоящее положение человека — это результат его деяний в прошлых существованиях. Достичь благоприятного возрождения можно только совершая хорошие поступки. Значит, все зависит от того, куда направит свою волю человек. Воля имеет свой источник в характере, а характер создается кармой. Какова карма, таково и проявление воли. Человек должен анализировать свои соображения, которыми он руководствуется в повседневной жизни, ибо его будущий облик может быть создан только настоящими действиями. К этим учениям примыкает учение о мокше. Это состояние нерождаемости и неумирания, или тот момент в странствиях души, когда она освобождается от цепи рождений и смертей и соединяется со всеобщей душой, ничтожной частью которой она является. От человека требовалось помнить об этом идеале мокше и стремиться к нему в течение всей своей жизни. Эти доктрины и философские размышления об абстрактных проблемах Бога, природы, материи, души, созидания, смерти и тому подобное воплощены в упанишадах. Систематически и логически все эти проблемы трактуются в работах, известных под названием «Шести систем философии» Сангхья, Йога, Ньяя, Вайшайшика, Пурвамиманса и Уттармиманса. Глава четвертая. Индийский поход Александра Македонского. Северная Индия в шестом-четвертом веках до нашей эры. Уже к первой половине первого тысячелетия до нашей эры у большинства племен и народностей, населявших Северную Индию, сложилось классовое общество, и на большей части этой территории существовали многочисленные мелкие рабовладельческие государства. Первая половина первого тысячелетия до нашей эры — время постоянных войн между древнеиндийскими государствами, возникновение и крушение отдельных государств, усиление и исчезновение с политической арены царствующих династий. В начале шестого века до нашей эры в Северной Индии по преданиям насчитывалось шестнадцать значительных государств. Важнейшие из них были Анга в низовьях Ганга, государство Видеха, к седьмому веку ставшее, видимо, называться Вриджи, Магатха на территории современного штата Бихар, выше по течению Ганга — Каши, Кашала и Ватса, по верхнему течению Ганга — государство Панчалов и по верхнему течению Джамны — Куру. В Центральной Индии на плоскогорье Мальва было расположено государство Аванти. В большинстве этих государств был монархический образ правления, только Вриджи представляло собой олигархическую племенную конфедерацию во главе со знатью племени Личхави. Развитие экономики, связанное с процессом укрепления рабовладельческих отношений и обострения социальных противоречий, вызывали потребность в образовании более крупных политических объединений. Поэтому в VI-IV веках до н.э. между североиндийскими государствами усиливается борьба за политическое преобладание. В результате постоянных междоусобных войн выдвинулись государства Кашала и Магатха. Цари Кашалы подчиняли себе Каши, Ватсу и распространили свою власть на предгорные области Гималаев. Подъем государства Магатхи начался с середины VI века до н.э. со времени царствования Бимбисары, 543-491 годы до н.э. Из династии Шайшунага, утвердившаяся в Магатхи еще в середине VII века до н.э., Бимбисара упрочил свою власть внутри государства и завоевал Ангу. Его преемник Аджаташатру, царствовавший примерно с 491 по 459 год до н.э., после упорной и многолетней борьбы, которая шла с переменным успехом, одержал победу над Кашалой, расширил территорию Магатхи за ее счет и подчинил союзника Кашалы в Риджи. В результате этого Магатха становится сильнейшим государством Северной Индии, а ее столица Паталипутра — крупнейшим и богатейшим городом Индии. Потомки Аджаташатру удерживали власть в Магатхе около ста лет. Сведения об этом периоде крайне сбивчивы и неопределенны. Есть основания предполагать, что территориальное расширение Магатхи продолжалось. Данные буддийской литературы связывают его с царствованием Калашоки первой половины IV века до н.э. К середине IV века до н.э. власть царей Магатхи распространилась на всю Северо-Восточную и Центральную Индию. Вскоре после Калашоки, около 364 года до н.э., власть в Магатхе была захвачена придворным цирюльником Махападмой Нандой, происходившим из Варны Шудар и основавшим новую династию Нанда. Он был энергичным правителем и воином, и, вероятно, завершил подчинение всей долины Ганга, а также государств Центральной Индии к югу от Ганга. Вторжение Александра Македонского С VI века до н.э. начинается более тесное соприкосновение Индии с народами Средней Азии и Ирана. Известно, например, что Дарий I в 519-518 годах до н.э. подчинил часть территории по течению Инда, и что индийская Сатрапия входила в состав персидской державы Ахаменидов до ее окончательного крушения, правда, в IV веке до н.э., вероятно, уже только номинально. Известно также, что в армиях персидских царей, воевавших с греками, были и индийские воины. В Европу с этого времени все чаще начинают проникать сведения об Индии, в своем большинстве малодостоверные. Именно с этого времени у народов Средиземноморья начинает складываться традиционное представление об Индии как о стране чудес. Преувеличенные слухи о богатствах Индии, возбуждавшие ненасытную алчность завоевателей, побудили македонин и греков, подчинивших персидскую державу, предпринять завоевательный поход в богатые золотом, драгоценными камнями земли. Проследим причины, которые натолкнули 26-летнего стратега на мысль о походе в Индию. Это несколько отвлечет нас от основной темы данной работы, но в итоге будет достаточно полно проиллюстрировано положение, что Индия в те далекие времена была очень тесно связана со Средиземноморьем. Обстоятельства, предшествующие походу Александра в Индию, чрезвычайно интересны и показательны. Те несколько месяцев, которые прошли от битвы при Гавганеллах осенью 331 года до гибели Дария III летом 330 года, были, наверное, самой лучшей порой в короткой жизни легендарного полководца. Александр уничтожил могущественнейшее царство, покорил великое множество народов, отомстил за то, что претерпела Эллада во время греко-персидских войн. После смерти Дария III Александру нужно было укрепить свою власть на востоке Ирана. Он назначил сатрапом Парфии и Геркании парфянина Аминаспа, одного из тех, кто сдал ему без боя Египет, а из Парфии Александр двинулся к южным берегам Каспийского моря, чтобы захватить наемников греков, ранее служивших Дарию III, а теперь бежавших в страну Тапуров, у южного побережья Каспийского моря, несколько западнее Геркании. Пройдя через лесистые горы, отделяющие Герканию от южных областей Ирана, он занял город Задракарту. Возможно, секрет столь обширной географии завоевательских походов Александра заключается в том, что великий стратег оставлял в завоеванных землях на вершинах власти местную знать. Так случилось и в Парфии. Уже в пути к Александру явилась группа знатнейших персидских аристократов, в том числе Тысячник Набарзан и бывший сатрап Парфии и Геркании Франаферн. В Задракарте Александр принял изъявление покорности от Артабаза, одного из ближайших придворных Тария III, который приехал вместе с сыновьями. В Задракарте к Александру прибыли послы от греков, наемники Дария III. Царь принял их сурово и заявил, что никакого соглашения с ними заключать не намерен. Они совершили тихчайшие преступления, сражаясь против эллинов вопреки постановлению Панеллинского союза, и поэтому пусть или явятся к нему и сдадутся, или спасаются как могут. Послы ответили согласием сдаться за себя и за тех, кто их послал. Позже из тех наемников, которые поступили на персидскую службу до создания Каринфского союза, Александр отпустил на родину. Остальным он велел наняться на службу к нему. Это, казалось бы, неожиданное решение было тем не менее последовательным и логичным. Александр действовал теперь в своем новом качестве царя Азии, ценящего людей, сохранявших верность его предшественнику, и вознаграждающего за нее. Как гегемон Панеллинского союза он, конечно, имел право амнистировать нарушителей общегреческих постановлений. Из Задракарты Александр повел свои войска в Арию, в город Сусия, на границе Парфии и Арии. Состоялась его встреча с сатрапом Арии Сати-Барзаном. Как и в предыдущих случаях, Александр сохранил за ним его положение, однако послал в Арию и своего человека, дружинника Анаксипа, с поручением устроить там в поселениях сторожевые посты, так как якобы опасался, чтобы его солдаты, проходя через страну, не учинили каких-нибудь насилий. В действительности же он, конечно, хотел обезопасить себя от враждебных выступлений. Как показали дальнейшие события, у Александра имелись серьезные основания для беспокойства. Сатрап Арии Санти-Барзан взбунтовался, что заставило Александра вернуться и казнями, разорением поселков, порабощением населения восстановить спокойствие. Последовало сражение, в котором Сатер-Барзан был убит, арии обратились в бегство. Тем временем Александр подошел к Паромапису, современной Гиндукуш, горному хребту на востоке Ирана, который греки приняли за Кавказ. Места эти были суровые и неприступны, высокие горы, глубокий снег в ущельях и на дорогах, безлюдья, редкие хижины местных жителей, едва различимые в снегу. Александр шел рядом со своими солдатами. Он поднимал тех, кто валился в изнеможении на снег, помогал тем, кому трудно было идти. Сам Александр, казалось, не знал усталости. Преодолев естественную преграду, македонский царь очутился в Бактрии, где основал еще один город, поселив в нем семь тысяч ветеранов, а также солдат, ставших непригодными к несению военной службы. Осенью 330 года Александр впервые столкнулся с заговором приближенных, намеревавшихся физически его уничтожить и посадить на царский трон более приемлемого для них властителя. Причин для недовольства было много, и прежде всего это сам факт продолжения войны. Цели, которые теперь Александр ставил перед собой, были чуждой и непонятной его армии. В самом деле, из-за чего было еще воевать? Месть за поруганные греческие святыни свершилась. Добычи уже было награблено столько, что ее размеры превышали всякое воображение. Конечно, львиная доля доставалась самому царю и его приближенным. В Субузах Александр подарил Пармениону дворец, принадлежавший раньше богою, знатнейшему и богатейшему персидскому вельможам. Только одних одежд в этом дворце было на тысячу талантов. Образ жизни сподвижников Александра, утопавших в роскоши и наслаждениях, казался греку, привыкшему к скромности и умеренности, отвратительным. Из уст в уста передавали рассказы о том, что Теосиец Гагном подбивает сапоги серебряными гвоздями, что Лоннату специальными караванами привозят за три девять земель из Египта песок для гимнасия, что Филота пользуется охотничьими сетями размером в сто стадий, примерно восемнадцать с половиной километров, что все они умощаются в банях не оливковым маслом, а драгоценной миррой, что у них полно массажистов и постельничьих. Вообще по греческому миру ходили на этот счет всевозможные слухи и легенды. Призывы Александра быть сдержанными в наслаждениях, заниматься военными упражнениями и делами доблести пропадали в Туне. Тем более, что он и сам был известен своей неумеренной страстью к пиршествам. Друзья Александра жаждали покоя, наслаждения, роскошью и довольством, которые они для себя завоевали. Однако и рядовые солдаты греко-македонской армии получили в виде жалования всевозможных раздач и, главное, награбили столько, что им вполне хватило бы для более чем безбедной жизни в Македонии или Греции. Перспектива обосноваться в новом городе, который Александр создаст где-нибудь на краю света, в окружении варваров, далеко не всех устраивала. Греки и македонины желали провести остаток своих дней в родном селении, пользуясь уважением, право на которое им давало богатство, и иногда в час дружеского застолья пускаться в воспоминания о подвигах, совершенных в далеких странах. Когда во время стоянки в Гекатомпиле Парфия среди солдат разнесся слух, будто Александр решил возвратиться на родину, в лагере началась радостная суматоха, воины готовились к отъезду, паковали вещи, и их едва удалось успокоить. Другая причина заключалась в постепенном отдалении Александра от македонин. Приход персов, вчерашних врагов, в царскую свиту и на высокие посты был явлением непонятным и неприятным для рядовых солдат и более чем нежелательным для македонской аристократии и греческих приближенных Александра. Они понимали, что теряют свое исключительное положение, перестают быть замкнутой правящей элитой и оттесняются на задний план. Дело шло к созданию персидско-греко-македонской аристократии, но греки и македонине вовсе не желали принимать в свою среду чужаков, а тем более персов, делиться с ними почетными должностями, доходами и добычей. Дело усугубилось нарочитым усвоением Александром всего персидского. В его поведении все отчетливее проглядывало желание в полной мере вкусить от роскоши и власти его предшественников, ахеменидов. Однако значительно более существенными были политические соображения. Превращаясь в царя Азии, Александр понимал, что, опираясь только на своих македонских дружинников, только на греко-македонскую армию, он не сможет сохранить это свое положение. Ему нужна была поддержка населения Ближнего Востока, но в особенности, конечно, поддержка персидской аристократии, сохраняющей, несмотря на военное поражение Дария Третьего, прочные позиции в общественно-политической жизни Передней Азии и, разумеется, Ирана. Идя по такому пути, Александр выбрал для себя единственно возможную линию поведения, он желал предстать перед своими новыми персидскими подданными и приближенными, как законный преемник ахеменидов. Естественно, что Александр должен был явиться миру в привычном для персов облике. Он принял персидскую одежду и потребовал от своих приближенных последовать его примеру. Подобно персидским царям, Александр завел себе громадный гарем, более трехсот наложниц. Когда он отходил ко сну, приходили к нему, и он выбирал ту, которая удостоится взойти на царское ложе. Постепенно при дворе Александра умеренные и демократические греко-македонские обычаи сменялись торжественным и пышным персидским церемониалом. Персы, являясь к царю, обычно склонялись перед ним, целовали в знак почтения кончики своих пальцев, простирались ниц. Александр стал добиваться, чтобы эти церемонии, унизительные с точки зрения свободных греков, не считавших себя чьими-либо подданными, или македонин, как и прежде, видевших в царе только первого среди равных, совершали также и его греко-македонские друзья. Теперь царь принимал в громадном роскошном шатре, восседая на стоявшем посредине золотом троне, шатер был окружен тремя подразделениями стражников, греко-македонскими и персидскими, уходили в прошлые времена, когда какой-нибудь филот, клит или колесфен мог запросто явиться в палатку Александра и провести время за дружеской беседой. Друзья Александра должны были и спрашивать аудиенцию, и участвовать в царском приеме, превращавшемся в пышное и унизительное для них зрелище. Впрочем, Александр не ограничивался попытками заставить греков и македонин усвоить персидские обычаи. Он стремился также внедрить в персидскую среду греко-македонские обычаи. Отобрав тридцать тысяч мальчиков, он велел учить их греческой грамоте и македонским военным приемам. Греческое воспитание получали по его приказу и дети Дария Третьего. По существу политика Александра вела к постепенной ликвидации межэтнических перегородок, к слиянию всего населения Восточного Средиземноморья в некое культурно-языковое единство. Однако политика Александра была плохо рассчитана. Конкретная повседневная реальность виделась греко-македонскому окружению царя однозначно. Он превращается в перса и заставляет становиться персами врагами греков и македонин. Превращается в восточного деспота и хочет сделать свободных греков и македонин своими рабами. Уже в древней историографии у Плутарха отмечалась мелкая, но очень показательная деталь. В адресные формулы своих писем Александр перестал, вопреки греческому обыкновению, вводить благопожелания адресату. Эта грубость, конечно, задевала тех, кто получал такие послания. Исключение Александр делал только для двух человек — Антипатра, которого боялся, и афинского политического деятеля Факеона, которого высоко ценил и старался привлечь на свою сторону. Возмущение вызывало и обожествление Александра, также создавшее глубокую пропасть между ним и его греко-македонским окружением. Как бы то ни было, в армии Александра появились недовольные. Руф так изображает сложившееся положение. Этой роскоши и нравом, испорченным чужеземным влиянием, старые воины Филиппа, люди, не сведущие в наслаждениях, были открыто враждебны, и во всем лагере одно у всех было настроение и один разговор, что, мол, с победой потеряно больше, чем захвачено в войне. Теперь они в гораздо большей степени сами побеждены и усвоили гнусные чужеземные привычки. С какими же глазами они вернутся домой, как бы в одеждах пленников? Они уже стыдятся самих себя, а царь, более похожий на побежденных, чем на победителей, из македонского главнокомандующего превратился в сатрапа Дария. Он знал, что и первых из друзей, и войска тяжело оскорбил и пытался вернуть их расположение щедрыми дарами. Но, я думаю, свободным отвратительно плата за рабство. В этом отрывке отчетливо ощущаются элементы литературщины, вообще свойственной руфу, и враждебное отношение к Александру. Более того, в сочинении, написанном вскоре после гибели Каллигулы, когда на короткое время приутих террор императорской власти против римской аристократии, фраза о свободных людях, гнушающихся продавать свою свободу, выражает личные чувства автора, пережившего произвол и насилие полубезумного императора. Однако рассказ Руфа отражает и объективную реальность, недовольство аристократов, ворчание солдат и командиров. Даже среди ближайших друзей Александра далеко не все следовали его примеру. Так, если Гефестион одобрял царя, и, как и он, изменил образ жизни, то кратер, занявший примерно с середины 220 года место, ранее принадлежавшее Пармениону, подчеркнуто сохранял верность отеческим обычаям. Кратер, видимо, вообще не желал бездумно следовать за Александром, хотя и считал своим долгом поддерживать носителя власти. Вот почему последний говаривал, что Гефестион — друг Александра, а кратер — друг царя. Само собой разумеется, среди македонской аристократии были не только недовольны. Многие приближенные царя из верхней македонской знати в целом его поддерживали, тогда как выходцы из Нижней Македонии были настроены враждебно. В этом сказывалось, очевидно, стремление верхнемакедонцев, занимавших при дворе второстепенные позиции, воспользоваться моментом и оттеснить нижнемакедонскую знать, издавна окружавшую царя. Александр, власть которого нижнемакедонская верхушка пыталась ограничить, естественно, видел в ее врагах своих ближайших союзников. Александр, в общем, был хорошо осведомлен о настроениях своих солдат и командного состава, и это внушало ему глубокую тревогу. Он не постеснялся даже подвергнуть перлюстрации письма своих друзей, чтобы повыведать их образ мыслей. И все же известие о заговоре Александр воспринял как гром среди ясного неба. Заговор обнаружился вследствие чрезмерной болтливости одного из участников, некоего Димна, открывшего тайну его существования своему возлюбленному Никомаху. Желая покрасоваться перед Никомахом, Димн поведал ему, что через три дня Александр будет убит, и в этом замысле принимает участие он сам вместе со смелыми и знатными мужами. Угрозами и уговорами Димн добился от перепуганного Никомаха обещания молчать и присоединиться к заговору. Однако сразу же после встречи с Димном Никомах отправился к своему брату Кебалину и все ему рассказал. Братья условились, что Никомах останется в палатке, дабы заговорщики не заподозрили недоброго, а Кебалин, встав у царского шатра, куда не имел доступа, ожидал кого-нибудь, кто бы провел его к царю. Ждал он долго, пока не увидел Филота, задержавшегося у Александра. Кебалин рассказал ему обо всем и попросил немедленно доложить царю. Филот снова пошел к Александру, но в беседе с ним не упомянул о заговоре. Вечером Кебалин, встретив Филота у входа в царский шатер, спросил, исполнил ли тот его просьбу. Ну, Филот отговорился тем, что у Александра не было времени для беседы с ним. На следующий день все повторилось. Поведение Филота, в конце концов, стало внушать Кебалину подозрения, и он отправился к Метрону, ведавшему арсеналом. Укрыв Кебалина у себя, Метрон немедленно доложил Александру, находившемуся в этот момент в бане, обо всем, что узнал. Александр тотчас послал своих телохранителей схватить Димна, а сам пошел в арсенал, чтобы лично допросить Кебалина. Получив сведения, которыми тот располагал, Александр спросил еще, сколько дней прошло с тех пор, как Никомах рассказал о заговоре. Узнав, что идет уже третий день, он заподозрил недоброе и приказал арестовать самого Кебалина. Последний, естественно, стал уверять, что, узнав о готовящемся злодействии, сразу же поспешил к Филоту. Услышав имя Филота, Александр насторожился. Много раз повторял он одни и те же вопросы, обращался ли Кебалин к Филоту, требовал ли, чтобы Филот пошел к нему, и постоянно получал удовлетворительные ответы. Наконец, воздев руки к небесам, Александр стал жаловаться на неблагодарность его некогда самого близкого друга. Тем временем Димон покончил с собой. У Плутарха убит пришедшими его арестовать. Стоя над умирающим, Александр спросил, что дурного я замыслил против тебя, Димон, что тебе Филот показался более достойным править Македонией, чем я? Ответа на свой вопрос он не получил. В тот момент, когда Александр услышал имя Филота, судьба последнего и его отца Пармениона была решена. Все дальнейшее разбирательство было сосредоточено вокруг Филота. В общем, такой поворот событий был вполне закономерен. Александр видел в Парменионе предводителя и самого влиятельного из тех аристократов, которые стремились не допустить абсолютизации царской власти. Почувствовав себя после битвы при Гавгамеллах достаточно сильным, Александр начинает, соблюдая, разумеется, внешний пиетет, постепенно оттеснять его на второстепенные позиции. После выступления македонской армии из Эк-Батан особенно знаменательным было назначение кратера, командующим основной частью армии, двигающейся походным порядком, то есть назначение его на пост, который раньше всегда занимал Парменион. Сам Парменион выполнял уже второстепенные функции. В момент, когда обнаружился заговор, он находился вдали от действующей армии. Еще раньше до Александра доходили слухи, что Филот ведет разговоры о том, будто Александр, этот мальчишка, только благодаря им, Филоту и Пармениону, получил царскую власть и добился столь важных побед. Сразу же после смерти Димна Александр вызвал к себе Филота и предложил ему опровергнуть обвинение. Филот попытался все обратить в шутку. Кибалин передал ему слова развратника Никомаха, но он не поверил столь ничтожному свидетелю и подумал, что над ним станут смеяться, если он будет рассказывать о ссорах между влюбленным и распутником. Александр сделал вид, что принимает объяснение. Однако сразу же после его ухода созвал друзей. Филот приглашен не был. Допросив Никомаха, на обсуждение поставили дело Филота. Основным обвинителем выступил Кратер, стремившийся в своих карьеристских целях уничтожить и Пармениона, положение которого он только что занял, и его сына. Говорил Кратер, разумеется, то, что желал услышать Александр. Участники совещания пришли к выводу, что Филот был либо организатором, либо участником заговора. В противном случае он донес бы царю обо всем, что ему стало известно, и решили назначить следствие. Обо всем, что говорилось на совете, Александр велел молчать. На следующий день объявили поход. Филот, как будто ничего не произошло, был приглашен на царский пир, и Александр там дружески с ним беседовал. Тем временем все выходы из лагеря и дороги заняли солдаты. Филота взяли и отвели в шатер Александра. На следующее утро Александр велел созвать всех своих воинов с оружием. Он решил в соответствии с македонским обычаем предоставить дело Филота на рассмотрение войска. Здесь Александр прямо обвинил Пармениона и Филота в организации заговора. С обвинениями выступили также Аминта и Кен. Наконец, прежде чем он начал свою речь, разыгралась характерная сцена. — Македонине, — сказал Александр, — будут тебя судить. Я спрашиваю тебя, будешь ли ты среди них говорить на отеческом языке? Филот отвечал, — кроме македонин здесь много других, которые, я полагаю, легче поймут то, что я скажу, если я буду говорить на том же языке, на каком говорил и ты. Не по какой-либо другой причине, думаю, но чтобы твою речь поняла общество. — Видите, — воскликнул Александр, — до какой степени Филот пытает отвращение даже к языку отечества, ведь он один брезгует его изучать. Но пусть говорит, что хочет, а вы помните, что он также пренебрег нашими обычаями, как и языком. Этот диалог был для Александра очень важен, ведь его самого обвиняли в забвении македонских обычаев. Теперь ловким демагогическим приемом он обрушил это же самое обвинение на того, кого считал одним из руководителей старомакедонской оппозиции. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что сам Александр только что говорил не по-македонски, а по-гречески. Оправдаться Филоту не удалось, хотя ни Никомах, ни Кибалин в числе заговорщиков его не называли. Он не мог удовлетворительно объяснить свое молчание. Возбужденные солдаты требовали казни Филота. Ночью, по настоянию Гефестиона, Кратера и Кена, Филота подвергли пытки. Во время чудовищного по своей жестокости допроса Филот рассказал, будто уже в Египте, когда было объявлено о божественности Александра, Парменион и Гегелох, погибшие в сражении при Гавганеллах, договорились убить Александра, но только после того, как будет уничтожен Дарий Третий. Потом Филота заставили признать свое участие в заговоре. В настоящее время трудно судить, насколько показания Филота, вырванные у него под пыткой, соответствовали действительности. Плутарх называет обвинения, возводившиеся на Филота, мириадами клевет. Александр лично присутствовал при истязании. Лежа за занавеской, он слушал показания Филота, перемежавшиеся отчаянными воплями и униженными мольбами о пощаде, обращенными к Гефестиону. Александр даже воскликнул. — Таким-то малодушным, будучи Филот и трусом, ты посягаешь на подобные дела. Расправившись с заговорщиками, Александр вступил в Бактрию и, дав солдатам короткий отдых, пошел через пустыню, чтобы настигнуть и разгромить еще одного из бунтовщиков Бесса. Через некоторое время Бесс был схвачен и отдан на расправу ближайшим родственникам Дария Третьего. По свидетельству Плутарха, его привязали к верхушкам двух согнутых деревьев, а потом деревья отпустили, и его тело было разорвано пополам. Затем, через Согдию, Александр двинулся к реке, которую местные жители называли Орксант, современная Сырдарья. А греки ошибочно, хотя со своей точки и вполне последовательно, приняли за Танаис, современный Дон. Во время этого перехода македонские фуражиры подверглись нападению сагдийцев. Около тридцати тысяч повстанцев закрепились на неприступной скале, и македонине смогли взять ее лишь с огромным трудом и ценой больших потерь. Сам Александр был тяжело ранен в бедро. Оборонявшиеся сагдийцы стали жертвой чудовищного избиения. В живых остались и попали в плен примерно восемь тысяч человек. В городах долины Орксанта Александр разместил свои гарнизоны. В этой местности к Александру прибыли абии скифы, которых приняли за европейских скифов. Но впоследствии многочисленные мятежи и восстания затруднили исполнение планов Александра. Лишь после того, как македонине залили семь мятежных городов потоками крови и убили около ста двадцати тысяч сагдийцев, Александру удалось укрепить свою власть и основать на берегу Орксанта город. Это была Александрия Крайняя, позже Ходжент. Однако меры, принятые Александром, не привели к умиротворению Средней Азии. Сам Александр не мог отлучиться с берегов Орксанта, к реке подошли отряды саков, последовала стычка, за ней новая, и так до тех пор, пока зимой триста двадцать восьмого, триста двадцать седьмого годов не была захвачена так называемая Сагдийская скала. Среди оборонявшихся и впоследствии сдавшихся было много женщин и детей, в их числе Роксана, дочь Аксиарта, одного из организаторов восстания. Александр видел ее раньше в хороводе на Перу, который Аксиард, искавший примирение с македонским царем, давал в честь победителя. Влюбился и сделал ее своей женой. Александр восхваляется историком за то, что не принудил ее к сожительству силой. Это было первое и единственное большое чувство к женщине, которое македонскому завоевателю довелось испытать. Женитьба на Роксане создавала Александру связи в среде согдобактрийской аристократии и позволяла привлечь местную знать на его сторону. Брак был заключен по македонскому обычаю. Жених и невеста вкусили в присутствии свидетелей от общего хлеба, разрезанного мечом. Пережив еще ряд внутренних разборок в конце весны 327 года до н.э., Александр начал свой поход в Индию. Поход был подготовлен очень тщательно. Получив новые подкрепления из Македонии и включив в свою армию азиатские контингенты, он располагал, по единодушному свидетельству источников, Ста двадцатью тысячами воинов. Это было втрое больше, чем в армии, с которой Александр высадился в Малой Азии. Пешая дружина состояла теперь из одиннадцати полков. Перед началом экспедиции Александр провел в своей армии существенные преобразования. Была увеличена численность отдельных воинских формирований. На командные должности поставлены люди, выдвинувшиеся в ходе расправы над враждебными царю-аристократами и тем самым доказавшие свою преданность. Сформированы воинские соединения, действовавшие по приказу царя самостоятельно и выполнявшие и ставившиеся перед ними специальные задачи. Непосредственным поводом для организации военного похода в Индию являлось то обстоятельство, что ее западные области в долине Инда были, или, по крайней мере, считались, восточной окраиной Ахаменидского государства. Македонский царь имел в виду провозгласить и укрепить там свою власть как царь Азии и правоприемник Ахаменидов. Выступая из Бакт, войска Александра в течение десяти дней преодолели Гиндукуш. Оказавшись в Парапамесаде, Александр двинулся к реке Кафен, современной Кабу. Одновременно он отправил посланца к правителям областей, находившихся на правом берегу Инда. Самым значительным из них был Ампхи, владетель таксилы, которого Ариан называет таксилом, именем, данным ему Александром в соответствии с его титулом, предлагая им выйти навстречу и продемонстрировать признание верховной власти македонского царя. Они выполнили требования Александра, принесли ему богатые дары и пообещали дать двадцать пять слонов. Согласно одному из вариантов предания, Ампхи таксил предлагал Александру свои услуги для борьбы против других индийских племен еще тогда, когда тот находился в Сагдиане. Очевидно, он сам был заинтересован в разгроме левобережных индийских обществ. Не оказав сопротивления, Ампхи таксил и другие правители, сдавшиеся вместе с ним, добровольно открыли Александру дорогу в Пенджаб. Пенджаб, который весной 326 года до н.э. первым из основных индийских территорий подвергся нашестью, был в это время раздроблен на множество мелких государств. Наиболее важными были государства, царями которых были Таксил и Пор, как их называли греки. Таксил подчинялся Александру добровольно, так как враждовал с Пором и надеялся найти у Александра поддержку в борьбе со своим соперником. Пор был разбит в ожесточенной битве на берегу реки Джелама, гидасп у греков, ранен и взят в плен. Александр, получив сведения от Пора и от некоего Чандрагупты, бежавшего из Магатхи, о наличии у царя Магатхи сильной армии в двести тысяч пехоты, двадцать тысяч кавалерии и двух тысяч колесниц и двух тысяч слонов, тем не менее был уверен в конечном успехе своего похода в долину Ганга, так как ему было известно, что царь Дханананда не очень прочно сидит на престоле. Но войско Александра не разделяло его уверенности в успехе и решительно отказалось продолжать поход за реку Беас-Гефасис у греков. Александр разделил свою армию на две части. Одну из них, включавшую три полка пехоты, половину дружинников-всадников и всех наемных всадников, он поручил Гефастиону и Пердике. К ним присоединились и союзные индийские войска. Гефастион и Пердика получили приказ захватить Певкелаодиту, современную Юсупзай, и выйти к Инду. Там они должны были навести мосты для переправы на восточный берег. Правитель Певкелаодиты, Аст, находился во враждебных отношениях с Ампхитоксилом. Войска Александра, действовавшие в союзе с последним, являлись естественными врагами Аста. Этим, как разумеется, и стремлением сохранить независимость, объясняется, по всей видимости, сопротивление, которое он оказал захватчикам, вторгшимся в его страну. Пердикка и Гефастион после тридцати дней осады взяли и разрушили главный город страны. Сам Аст погиб, а власть была передана Сангаю. Во главе остальных войск Александр отправился на север, в области, заселенные племенами, которые греки называли Аспасиями, Гураиями и Ассакенами. Аспасии и Ассакены отождествляются с ассаваками индийских источников. С большим трудом, переправившись через реку Хой, современный Кунар, он вторгся в Баджуар и узнал, что местные жители, у греков Аспасии, собираются в горах и укрепленных городах, где рассчитывают организовать оборону. Предполагая сходу разгромить это неожиданное сопротивление, Александр оставил основную часть пехоты следовать походными порядками, а сам устремился во главе кавалерии и посаженных на коней восемьсот македонских пехотинцев вглубь страны. Подойдя к первому же городу, который встретился на его пути, Александр загнал за стены Аспасиев. Во время стычки он был легко ранен. На следующий день его солдаты без труда владели городом. Из оборонявшихся многие скрылись в горах. Пленных македонине всех перебили, город по приказу царя был разрушен. Затем Александр повел свои войска к городу Андаке, который сдался без боя. Там он оставил кратера, велев ему подавлять сопротивление и уничтожать города, не признающие власти македонского царя Азии. Сам Александр, развивая успех, направился к реке Еваспла, где находился правитель Аспасиев. На второй день пути он подошел к прибрежному городу, жители подожгли свои дома и бежали в горы. Во время преследования многие из них были убиты, погиб и правитель Аспасиев, павший от руки Птолеме, сына Лага. Перевалив через горы, Александр приблизился к городу Оригею, современный Банджаур. Здесь жители также придали огню свои жилища и скрылись. В Оригее Александр соединился с кратером, велел ему восстановить город, поселив там окрестных жителей и воинов, ставших непригодными к несению военной службы. Новый Оригей должен был стать оплотом македонской власти в этом районе. Между тем Аспасии сконцентрировались в горах. Александр атаковал их тремя колоннами, одну вел он сам, другую — Леонат, третью — Птолемей. В ожесточенной схватке сопротивление Аспасиев было подавлено. По имеющимся сведениям, в руки победителя попало более сорока тысяч пленных и более двухсот тридцати тысяч голов рогатого скота. Самых лучших быков Александр приказал отправить в Македонию. Отсюда Александр пошел в страну Асакенов, миновав область Гураев и с большим трудом форсировал реку Гурай, современный Ландай, ниже впадения в нее рек Панджкора и Сват. Асакены тоже готовились защищаться от царя Азии, однако с приближением Александра разошлись по своим городам, надеясь отсидеться за их стенами. В результате инициатива оказалась в руках Александра, и он подступил к Массаге, современный Манглаур или Мингловар, главному политическому и административному центру Асакенов. Кроме жителей, город защищали наемники, собранные из различных местностей Индии. Военные действия начались с вылазки Асакенов. Надеясь разгромить их в открытом бою, Александр приказал своим воинам отступать. Асакены устремились за ними. Когда Александр решил, что они уже достаточно удалились от городских стен, фаланга развернулась и перешла в наступление. Ее удара Асакены не выдержали. Двести их воинов погибли в рукопашной схватке, остальные укрылись в городе. На следующий день, подведя осадные машины, македонины пробили стены, но сопротивление Асакенов заставило Александра прекратить штурм. На третий день осажденные были подвергнуты обстрелу с осадной башни из луков и метательных машин. Когда наступил четвертый день, Александр опять повел фалангу к стенам и велел в месте пролома перебросить с башни мост. Гипосписты должны были по нему ворваться в массагу. Мост обрушился под тяжестью тел. Атака сорвалась. На пятый день Александр собирался ее повторить, но после того, как стрелой пущенной из метательной машины был убит местный правитель, защитники массаги решили начать переговоры о сдаче. Судя по дальнейшим событиям, главным вопросом для Александра была судьба наемников-индийцев, защищавших массагу. Сговорились на том, что они вступят в армию Александра. Наемники вышли из города и расположились с лагерем по соседству. Ночью македонины напали на них и всех перебили. Потом была захвачена и массага. Некоторое время спустя Александр штурмом взял город Оры, современный Удеграм. Жители другого города Базиры, современный Биркот, после ожесточенного боя с македонинами, бежали на скалу Аорн, Барсар, в горной цепи Пирсар. Там же собрались и жители других окрестных городов. Находясь в области сват, Александр овладел еще одним важным пунктом — Нисой, у подножия Кох и Нора. К Александру явилось посольство из тридцати знатнейших нисейцев во главе с местным правителем Акуфисом. Пришедшие за стали Александра в облике грозного воителя, еще не смывшего дорожную пыль, не снявшего шлем и не выпустившего из рук копье. Договор Александра с Акуфисом поражает мягкостью. Александр предоставил Ниссе свободу и автономию, пользование собственными законами, подтвердил ее законы и государственный строй, аристократический по представлениям греков. Акуфис сохранил свое положение, став по приказу Александра правителем города. Александр получил от Ниссы триста всадников. Он потребовал было еще сотню местных аристократов, но Акуфис шуткой побудил его от этого отказаться. В Ниссе Александр устроил шумное празднество в честь Диониса и принял в нем самое активное участие. Поведение Александра в этом городе хорошо согласуется со всей его предшествующей политикой. Как на Ближнем Востоке и в Иране он стремится привлечь на свою сторону местную аристократию. Однако, сделав своими приверженцами тех или иных представителей аристократической верхушки, умиротворив отдельные местности, македонский царь еще не ликвидировал сопротивление, центром его стал Аорн. Операции против него Александр начал с того, что подтвердил свою власть на западном берегу Инда, в том числе в Певке-Лаотиде. Заняв город Эмболимы, вблизи Аорна, Александр устроил там склад, продовольствие и снаряжение. Организацию македонской власти здесь он поручил кратеру, а сам пошел к Аорну, стоявшему на скале. Взятие этого естественного укрепления было трудной задачей. Распространились слухи, будто сам Геракл пытался овладеть скалой, но вынужден был отступить. Разговоры о Геракле подстегнули Александра. Он должен и может сделать то, что не удалось герою, его предку и превзойти своими подвигами самого Геракла. Когда Александр стал лагерем в непосредственной близости от Аорна, к нему явились местные жители, обещавшие показать дорогу туда, откуда было легче и удобнее всего овладеть этим пунктом. Александр отправил с ними Птолемея во главе отряда легко вооруженных воинов и гиппоспистов. Поднявшись по труднопроходимой дороге в горной цепи Уна-Сар, идущей параллельно Пир-Сару, царь на следующий день повел свою фалангу на штурм горной твердыни. Индийцы отбили атаку. На третий день боев решено было ударить по оборонявшимся с двух сторон — отрядом Птолемея и царским. Сам Александр двинулся той же тропой, которой воспользовался Птолемей, но ему удалось только соединиться с последним. Новый штурм Аорна закончился безрезультатно. Индийцы оказали упорное сопротивление и заставили греко-македонские войска отступить. Тогда Александр решил построить насыпь, чтобы обстреливать скалу из луков и метательных орудий. На четвертый день работ в Македонине захватили также соседнюю гору, такую же по высоте, как и Аорн. Успешное продолжение работ делало оборону Аорна бесперспективной, и его защитники предложили Александру переговоры, обещая сдать скалу. Ночью они стали расходиться, Александр им не мешал. Он поднялся на покинутую твердыню во главе отряда из приблизительно семисот телохранителей и гипоспистов. По данному им знаку они бросились на Ассакенов и многих перебили. А Аорон был стратегически важным опорным пунктом в стране Ассакенов, и Александр поместил там свой гарнизон. Командование отрядом он поручил индийцу Сисикоту, Сасигупта, который прежде служил у Бесса, а потом перешел к Александру, назначение, несомненно, игравшее столь же принципиальную роль, как и союзы с правителями Нисы и Таксилы. Дорога к Инду была для Александра открыта. В тылу у него находились замеренные территории. Заняв Дирту, город, покинутый жителями, приняв участие в охоте на слонов, прорубившись сквозь густые заросли в почти непроходимых джунглях, он вышел на берег Великой реки. Там, из строевого леса, солдаты построили корабли, и греко-македонское войско поплыло вниз по течению туда, где, наведя мосты, Александра ждал Гефестион и Пердика. Здесь его снова встретили посланцы Амбхи Таксила с дарами и известием, что последний передает ему город Таксилу, один из крупнейших в северо-западной Индии.